Субтитры создавал DimaTorzok Демократия и народовласть На долгие-долгие десятилетия или, может быть, просто годы. Но то, что человечеству придётся решить дилемму, развиваться как человечеству или остаться теми, кем мы есть сегодня, я не буду давать других, более коских определений, тех, кем мы являемся сегодня, выбор мировоззренческий, прежде всего, духовный и мировоззренческий, человечеству в целом придётся сделать. Вот первую попытку представили собой народы России. И в очень многом эта попытка была успешной. Не всё удалось. Те трансформации, которые проходили в нашей стране, сопровождались ошибками. Какие ошибки стали, какие объективные особенности развития исторического, какие объективные особенности исторической ситуации, какие политические ошибки были допущены нашим государствам, которые не позволили нашей стране и целому социалистическому лагерю развиваться как государство социалистическое. Вот на эту тему, на тему, пожалуй, политической философии сегодня будут рассуждать доктора экономических наук, как философских наук Михаил Васильевич Паков, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, и Александр Владимирович Бузгалин. Я его представлю тоже как профессора Московского государственного университета. Я думаю, этого вполне достаточно для того, чтобы хотя бы уравновесить предварительные... За каждым идёт, конечно же, шлейф тех общественных обязанностей, которые они выполняют. Но сегодня о них поговорить не будем. Но прежде чем эта дуэль состоится, в которой мы примем самое непосредственное участие, я хотела бы несколько слов сказать о регламенте, который должен быть жёстко соблюдён. Итак, общее время дискуссии – это 2 часа 30 минут. Ход дискуссии будет представлен четырьмя раундами, в первом из которых каждому из выступающих Михаилу Васильевичу и Александру Владимировичу будет предоставлено время для выступления до 20 минут. Далее последуют вопросы по 3 минуты. Каждый получит. Второй раунд составит ответы Михаила Васильевича и Александра Владимировича. Третий раунд – это выступление секундантов, если такие найдутся. И четвёртый раунд – это выступление в порядке, обратно, потому что был во втором раунде. И каждый из комбакантов получит по 10 минут. Коллеги, я ещё раз прошу вас и призываю помнить, что вы находитесь в стенах Российской национальной библиотеки. Это научное учреждение с академическим статусом. Поэтому все выступления должны быть при всей эмоциональности, при всей радикальности. Они должны носить строго академический характер. В противном случае я буду вынуждена прерывать выступающих. Такого никогда не было. В истории дома Криханова нам никогда не приходилось никого прерывать. Но тем не менее, с тем, чтобы подобное недоразумение не случилось, я предупреждаю об этом заранее. И есть одна просьба коллегам выступающим, к Михаилу Васильевичу и Александру Владимировичу. Я думаю, что присутствующие согласятся с моим предложением. Может быть, прежде чем каждый из них начнёт своё выступление, мы предложим им дать определение тем понятиям, которые они сегодня собираются использовать в своих выступлениях. Что такое социализм? Что такое диктатура? Потому что, видите, я сразу же привязалась к скопке диктатуры пролетариата и так далее. Итак, кто из вас начнёт? Просьба. Я сделал маленькую презентацию с определениями. Как её можно переключать? Она уже подключена. Нет, переключать слайды как можно. Надо кого-то посадить. Посадить Давиду Бердову. Ну давайте я сядю. Ну давайте, Давиду Бердову. Я обещаю, что это будет за счёт моего регламента 20-минутного. То есть моё выступление за счёт вашего регламента? Это очень хорошо. Ну, две минуты ваши, три минуты мои за счёт моего регламента. Это подарок. Да. На видео. Ну вот я просто хотел об этом сказать. Ну и я не знаю, если Михаил Васильевич не против, я мог бы в первом туре вот начинает Бузгалин, последнее слово остаётся за Поповым, а в последнем туре начинает Попов, а последнее слово остаётся за Бузгалином. Я не против. Слово остаётся за Дону. Хорошо, за Дон Талеханов. Михаил Васильевич Попов. Слушаем. Псевдомарксин, который освобождён от диктатуры про интернет. Это непросто. Это позиция быть противником диктатуры. Вот выступление Михаила Васильевича Попова – это то, что было сказано в марте. Сейчас идёт ролик, который был записан в январе 2016 года, за два месяца до слов Попова, который сказал о том, что я ничего не говорю о диктатуре про интернет. Эфир радио «Комсомольская правда». Видеозапись подготовлена Михаилом Головкиным, «Красное телевидение». Они писали эту передачу, когда я был на радио «Комсомольской правда». Для слушателей, как всегда в студии Александр Бузгалин, программа «Марк жив» сегодня посвящена очень трудной, болезненной теме, продолжающей разговор, начатой неделю назад. Но сегодня мы поставим вопрос ещё жёстче. Не просто о пролетариате и классовой борьбе. Мы будем сегодня говорить о диктатуре пролетариата. Вы не поверите. Казалось бы, забытый термин, но марксизм без этих слов – это не марксизм. Когда-то Карл Маркс специально подчеркнул, не дойдя до тезиса, до вывода о диктатуре пролетариата, мы останемся в рамках всего лишь буржуазной говорения. Я позволю себе пару выдержек, которые я сейчас приведу из Карла Маркса, а потом мы продолжим наш разговор. Хорошо известно, что для Маркса диктатура пролетариата было непростым понятием. Это был краеугольный камень марксистской теории, и давайте с этим разбираться. Цитата. «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого переходного периода не может быть ничем иным, кроме как революционная диктатура пролетариата, критика годских программ. И дополнение. Первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс, завоевание демократии. Подчеркну, завоевание демократии. Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать орудия производства в руках государства, то есть пролетариата, организованного как господствующий класс, и, возможно, более быстро увеличить сумму производительных сил. Очень жесткие положения. Еще более жестким и определенным выглядит Ленин. Ужасная демократия, ценность которой для воспитания пролетариата и обучения его борьбе бесспорно, подчеркну, бесспорно, это Бузгалин, а не Ленин. Ленин пишет просто бесспорно. Продолжение. Ленин. Эта демократия всегда узка, лицемерна, лжива, фальшива, всегда остается демократией для богатых, обманом для бедных. Я буду говорить об этом обмане чуть позже нашей сегодняшней передаче. Опять Ленин. Пролетарская демократия подавляет эксплуататоров буржуазию, поэтому не лицемерит, не обещает им свободы и демократии, а друзящимся дает настоящую демократию. Жестко. Давайте говорить о том, насколько это правомерно, и насколько это возможно, и насколько это необходимо, гуманно, справедливо для 21 века. Это сейчас кусочек из интервью для Station Mark, где я повторяю то же самое два года спустя, просто для того, чтобы уточнить ситуацию. Если посмотреть на классические работы Марк и Ленина, и их товарищи, это демократическая власть, власть трудящихся в форме советов, и других политических формах, при лишении политических прав в России и эксплуататорских классах. То есть речь идет о чем? О том, что реальные права участия в политике равны и гораздо больше, чем в капитализме, и неформальные реальные. Есть у всех, кто трудится, их нет у тех, кто эксплуатирует. Условия переходного клиника, когда есть частный сектор, когда есть пережитки капитализма, а то и феодализм. Вот, друзья, это маленькое вступление, которое я счел необходимым сделать. Просто меня постоянно обвиняют в том, что Бузгалин отрицает диктатуру политариата, роль индустриального рабочего класса, что я ревизионист, что за мной целый шлейф других грехов, предательство идей Маркса, отречение от идеи Ленина, призыв к конформизму и много чего другого. Я думаю, что будет правильно, если мы немножко по-другому поступим и посмотрим на какие-то ключевые положения, без которых, на мой взгляд, сегодня работать нельзя. Я обещал, что видео пойдет за счет моего регламента. 3 минуты 14 секунд ушло на эту передачу. Сейчас Дэйд Беркович включит презентацию, и мы пойдем разбираться со всеми ключевыми моментами, которые, мне кажется, принципиально важны. Но сначала я хотел бы сказать огромное спасибо. Спасибо всем вам за то, что вы сюда пришли. Спасибо Дому Плеханову за то, что он десятилетия ведет работу, без которой, наверное, левая идея угасала бы гораздо быстрее или не жила бы так ярко, как она живет, вопреки всему, что есть сегодня. Я хочу сказать огромное спасибо вот этим ребятам, которые снимают и которых потом, благодаря этой по-настоящему коммунистической работе видят сотни тысяч людей. Вот профессора Попова более ста тысяч, вот с Галина пока десятки тысяч. Давайте посмотрим на ключевые тезисы. Ну, прежде всего, марксизм – это живая теория. Он не может быть тем, что застыло, он не может состоять из одних цитат. Я не стал приводить цитаты Ленина по поводу того, что нельзя заниматься цитатником. Но я хочу сказать. Ленин был одним из тех, кто сказал, Маркс во многом устарел. Свободная конкуренция сменилась подрывом товарного производства и господством крупных монополий. Это критика Маркса? Да. Это развитие Маркса? Да. Пролетариат сегодня – это еще и рабочая аристократия. Мы хотим диктатуру рабочей аристократии. Это вопрос. На него надо отвечать. Это он сказал, что прорыв будет в слабом звене. И многое другого, чего не было у Маркса. Давайте пойдем дальше. Потом пришли Лукач. Потом пришел Граншир, писавший свои тетради в тюрьме. Десятки, сотни, тысячи интереснейших ученых, которые продвинули марксизм вперед. Поэтому марксизм в конце 20-го, начало 21-го века – это отнюдь не только то, что сказал Маркс и Ленин. Если мы не хотим идти вперед, если мы хотим идти только возвращаясь к тому, что было 150 лет назад – это неправильно. Это не по-марксистски. Это не по-ленински, если хотите. У нас есть определенные шаги. Я не хочу сейчас делать обзор теоретических дискуссий о развитии марксизма на Западе, в Китае, в Японии, в Австралии, в нашей стране. Это будет неправильно. Но несколько слов скажу просто о том течении, которое сложилось вокруг журнала «Альтернатива». Постсоветская школа критического марксизма. Когда-то говорили, почему критический марксизм? Марксизм всегда критический. Да, масло тоже должно быть всегда масляным, но мы прекрасно знаем, что масло делает черт знает из чего. И марксизм делает черт знает из чего. Он далеко не всегда критический, очень часто догматический. У нас сегодня есть целый ряд тезисов, которые надо осмысливать. Диалектика, да, но не только прогрессы, но и регрессы. 20-й век показал массу примеров отступлений. Надо понять, когда и почему идут контрреформы, контрреволюции и какую цену платит человечество за несвершенные революции. Вот очень часто говорят, что революция кровавая, она ведет к жертвам. А сколько жертв вызывает контрреволюции или несвершенная революция? Об этом мы думаем. Об этом надо думать. Надо думать о том, что это грандиозный переход из царства необходимости в царство свободы. Коммунизм, царство свободы – это откликсание всей предшествующей эпохи, не только капитализма. Проблема не сводится к тому, чтобы национализировать. Проблема не сводится к тому, чтобы формально обобществить. Проблема не сводится к тому, чтобы передать прибавочную стоимость в руки трудящихся. Гораздо более богатый круг проблем. Все формы социального отчуждения должны быть сняты. Государство и религия. Отношение товарного производства и отношение капиталистического принуждения. Возрождающийся феодализм и даже формы рабств. Масса таких форм, главное – конформизм. Пассивность. Нежелание включаться в социальное творчество. То, что Маркс и его последователи называли социальным отчуждением. Современный рынок – это сегодня рынок, на котором господствуют крупные корпорации, манипулирующие людьми. Это рынок тотальный, манипулятивный. Рынок симулякров и знаков. Он далеко ушел от того, что написано в капитале. И про этот рынок, про его анатомию сегодняшний марксизм сказал больше, чем сказал Маркс и чем сказал Ленин. Мы сказали больше про то, что сегодня представляют из себя деньги, потому что это уже продукт фиктивного – это Маркс. Финансового – это Ленина Гильферде. Виртуального – это уже современный марксизм 20-21 века – капитал. Это другие деньги. Знать третью главу капитала недостаточно, чтобы их поняли. Я готов продолжить, но это не наша тема. Давайте пойдем вперед. Итак, мы должны идти в направлении критического освоения Маркса, развития Маркса и дополнения Маркса. Меня просили дать определение, я их подготовил. Коммунизм – да. Но давайте вспомним. Это мир свободного труда, который должен быть творческим. Меня очень часто упрекают, вы забываете про индустриальный пролетариат. Но индустриальный пролетариат – это реальное подчинение труда капиталу. И до тех пор, пока остается машина, и человек как предаток машины, как предаток гайковерта, конверты, конвейера, еще чего угодно, мы остаемся в мире подчинения труда мертвому труду. Это надо преодолеть? Да. Творческий труд сегодня может быть общедоступным. У нас до половины населения сегодня могло бы заниматься творческим трудом, если бы не капиталист. Мы уже в другой эпохе. Коммунизм – это творческий по преимуществу труд. Свободный труд, труд – свободное время, создающий предметы культуры. Давайте по-другому немножко посмотрим на наш мир. Сегодня один ученый может создать такое же общественное богатство, как тысяча рабочих или десятки тысяч крестьян. Это уже реальность. Давайте пойдем вперед и посмотрим на материальные богатства. Мы все время обсуждаем, как присваивать станок и как присваивать пиджак. Ключевая проблема XXI века – как присваивать знания, каким будет образование, наука и культура. Это коммунизм. Это будущее. Это не то, что сегодня. Социализм. Следующий слайд. Если мы смотрим на него, то оказывается, что это движение от царства необходимости в царство свободы. Длительное и нелинейное. Победы и поражения. От феодализма мы шли к капитализму. Человечество шло к капитализму 500 лет. Я надеюсь, что к социализму мы придем быстрее, к началу коммунизма. Но это огромная трудная эпоха. Эпоха побед и поражений, реформ и контрреформ, революции и контрреволюции. Это первое, что надо понять. Эпоха нелинейного движения, трансформации. Второе. В строгом смысле слово социализм, как антология, как бытие, как реальность, начинается, наверное, после того, как левые взяли политическую власть. Остается после этого капитал. Остается после этого феодализм. Остается после этого мещанское обывательское поведение человека, не желающего быть хозяином своей экономики и политики. Да. И с этим придется бороться, и с этим боролись в СССР. Это реальность. Но начинается социализм с того, что мы движемся от индустриального труда к творческому. Это задача. Потому что, если человек будет по-прежнему заворачивать гайки, он свободным не станет, хотя бы в области материального производства технологически. Это необходимо, но это недостаточно. Мы должны пойти к тому, чтобы люди смогли присваивать средства производства и управлять экономикой. Реально. От того, что мы повесим вывеску коммунистическое, социалистическое, государственное, ничего не изменится. Вот у нас сегодня одна корпорация нефтяная государственная, другая частная. Они чем-нибудь отличаются. И там и сям сидят одинаковые хапуги, которые присваивают общественное богатство на пользу самих себе любимых и государственного аппарата совместно с олигархами. Практически никакой разницы. Вывеска сменилась. Вопрос, какое государство, это важный вопрос. Но если граждане будут от этого государства все равно отчуждены, если это будет государство для них, но не их, будет проблема. Пошли еще дальше вперед. Кстати, маленькая деталь. В политической сфере социализм это отмирание государства и тут никакого бузгалина нет. Это классика Маркса и Ленина. Демократия. Фермин, который мой коллега и оппонент выговаривает с большим трудом и, как правило, исключительно негативно, объясняя, что это сплошной обман. Вы знаете, я соглашусь с вами, профессор Попов, в том, что это на, не знаю сколько, но очень много процентов обман в условиях современного капитализма. Но во многом я не соглашусь. Вообще, за то, чтобы иметь право говорить, за то, чтобы иметь право создать профсоюз, за то, чтобы иметь право создать фракцию в парламенте, за это тысячи и десятки тысяч наших товарищей отдали жизнь. Вы скажете, они зря это сделали? А я скажу, нет. Не зря. Потому что ситуация, когда формально демократические правила работают, для человека на заводе, для человека в университете, для человека в школе, для пенсионера и мальчика, и девочки, это разные ситуации по сравнению с фашистским террором или просто с авторитарным режимом. В Европе 60-е годы, да, благодаря СССР в том числе, но и благодаря огромной работе коммунистов, социалистов, профсоюзов, экологов и так далее, левые партии занимали 20-30 процентов в парламенте. В Испании в 36-м году левые победили мирным демократическим путем. В Чили в 71-м году они тоже победили. Потом был фашистский переворот, я это знаю. Но давайте подумаем, плохо ли, что они победили мирно, или плохо, что был фашистский переворот. Следующее. Если мы идем вперед к народовластию, то оказывается, что здесь ключевая проблема. Да, это советы. Здесь мы с профессором по полу, еще со времен, когда я, наверное, под стол пешком ходил, а Михаил Васильевич был мальчиком, были на одной позиции. Императивный мандат, право отзыва. Только от производства коллективов, думаю, не только. Сегодня люди объединены в массу интереснейших общественных структур, и каждый из них должен иметь право представлять своих депутатов. Это спорно, здесь у нас разногласие. Но императивный мандат нет ни разногласия. А вот дальше опять разногласия. Нужны формальные демократические процедуры после победы политической власти Лев. Мы еще к этому вопросу вернемся, но народовластие, победившее социалистическая власть, это, безусловно, свобода слов, это, безусловно, открытая дискуссия, это, безусловно, подчинение бюрократии прозрачности, подконтрольность бюрократии народу, это, безусловно, сильные профсоюзы, экологические, общественные организации, местное самоуправление и так далее. Без этого вы рождение. Без этого три человека одинаково талантливых, гениальных и прекрасных. Один дед, другой отец, а третий сын. И все абсолютно гениальные коммунисты в Северной Корее единогласно выбирают народ, потому что они самые лучшие. Цитата из профессора Попова. Если говорить о пролетариате. Понятие, на самом деле, сложное, восходящее к Древнему Риму. Я не хочу уходить в сложные научные дебаты. Но давайте сейчас посмотрим об актуальности этого понять. Индустриальный пролетариат, да. Я не стал цитировать предыдущие передачи, но там я многократно говорил, что сегодня, в 21 веке, как никогда многочисленным стал индустриальный пролетариат. И Горц, который видит исключительно Горц, форуэлф эвакинг класс, умирающий рабочий класс. До свидания. Бай-бай. Индустриальный рабочий. Он прав только в отношении стран ядра. В отношении мира нет. И когда для левых интеллектуалов люди живут только в Соединенных Штатах и Западной Европе, это преступление левых интеллектуалов. Это цитата Гузгалена, начиная с лохматых времен Соголова и с тех пор я не изменился. Да, сегодня это индустриальный рабочий класс, как массовый рабочий класс. Только он нет. Сегодня массовый креативный класс, в том числе в общественном секторе, интереснейшее явление. Учителя, врачи, все те, кто работает в общественном секторе, кто не является формально капиталистическим наемным рабочим, а реально подчинен все равно капиталу, то же государство капиталистическое. Это пролетариат, а прикариат, а те, кто называются креативным классом, но при этом является реально учителем, живущим на мизерную заработную плату. Социальная структура позднего капитализма, это структура общества, которые уже включают элементы социализма, отмирает и движется к социализму и диффузно. Чистых форм, таких как в классическом капитализме 19 века уже нет. Это реальность, это новая теория, отражающая новую практику. Если мы будем по-прежнему утвердить, либо индустриальный пролетариат, либо пошел к черту, ты ничего не знаешь в марксизме, извините, это уже устарело. Сегодня надо давать более тонкий анализ, и сегодня мы будем говорить о многогранном, разнообразном классе наемных рабочих, и будем разбираться, почему часть наемных рабочих будет поддерживать фашистов, почему часть наемных рабочих будет поддерживать выбиралов, а какая-то часть пойдет с нами, и на нее мы опобремся, мы и коммунисты. Это очень больной вопрос. И закрывать на него глаза и говорить, что индустриальный рабочий – это наш бог, и класс должен иметь власть, извините, уже нельзя. Уже был индустриальный рабочий, который поддержал Гитлера. Уже был индустриальный рабочий, который поддержал социал-демократ. Уже есть индустриальный рабочий, который поддерживает правого либерала-консерватора Трампа. Это проблема. Да, его задурили. Но что это за класс, который можно задурить? А это реальный класс, и его можно задурить. И нам надо использовать теорию Грамши, чтобы понять, как раздурить, если хотите, этот рабочий класс Чтобы мы на него опирались И не надо ли нам уже опираться на креативных наемных работников и креативных работников общественного сектора Которые сегодня в России живут хуже, чем индустриальные рабочие Следующий шаг Диктатура пролетариата В принципе, все просто, если бы не два нюанса Во-первых, не очень понятно, кто такой сегодня пролетариат И во-вторых, не очень понятно, что такое диктатура Я в своей передаче сказал жесткие слова И сейчас повторю Из-за этого вы меня будете бить, и, наверное, большая часть тех, кто пришел, со мной не согласились Я иду на вы Сегодня слово диктатура работает против теории Маркса и против социализма Когда Маркс и Патиро говорил, правильно говорил Что демократия скрывает в содержании диктатуру буржуазии Власть буржуазии, правильно? Правильно Что мы не будем лицемерить, говорил Маркс и говорил Ленин Правильно говорил? Правильно Но он постоянно после этого говорил Но наша власть, наша диктатура, нашего пролетариата Будет последовательно обеспечивать реализацию всех тех свобод, которые не дает буржуазная демократия на самом деле Она обеспечит свободу слова, которое не давало буржуазии Она обеспечит плюрализм, многообразие, возможность дискуссий, которые не давало буржуазии Она обеспечит возможность реально участвовать в управлении, которое не давало буржуазии Она обеспечит возможность выйти на улицы, которые не давало буржуазии Вот эту часть мы забываем И встает огромной сложности вопрос Вопрос вызов, который я, не дойдя до конца презентации, должен сформулировать уже сейчас Если мы побеждаем, дальше встает большая дилемма Один вариант Мы поступаем прекрасно и разрешаем буржуазным политическим силам участвовать в политическом процессе Мы говорим, мы сильны В открытой, честной, открытой борьбе мы вас победим Капитал у вас мы отняли Основные средства производства в наших руках Мы вас не боимся Наша идеология против вашей идеологии Мы умнее, мы сильнее, мы талантливы За нами правда Второй вариант Мы вас запрещаем Потому что вы пока еще умнее Потому что у вас пока еще есть капитал Потому что за вами еще стоит огромный капиталистический мир И мы вас запрещаем Но в любом случае Если мы начнем использовать расстрелы в качестве средств борьбы с идеологией Мы проиграем С идеологией расстрелом победить нельзя Идеологию можно победить только идеологией, науку, наук Давайте продвинемся еще немножко вперед Два слова про СССР и я закончу Знаете, я люблю свою родину Мемория Родины – это Союз Советских Социалистических Республик Не Россия Я это говорю прямо Я себя чувствую своим в Узбекистане, в Литве Вы на Украине Это моя Родина Это огромный проект, огромные практики Когда десятки миллионов людей стали жить по-коммунистически Уродливо, криво, косо, только вначале, но по-коммунистически Такого нигде больше не было, это величайшее достижение нашей страны Но в нашем проекте, в нашей практике, в нашей жизни было две линии Была алая красная линия коммунизма И была серая подлая линия мещанского И растущего на мещанстве патерналистки бюрократического властвования И если еще в 20-е годы, на 11-м съезде, там дальше есть эти Там дальше есть эти данные, презентации, если захотите У нас 500 делегатов, из них половина примерно выходцы из рабочих То 18-й съезд, самый сталинский из всех сталинских съездов Больше 70% номенклатура Рабочих нет практически вообще Это съезд, это даже не руководство страны В Верховном Совете можно несколько парадных рабочих найти И крестьян тоже От этого мало что меняется Вот это проблема Проблема, что мещанская патриотально-бюрократическая тенденция В борьбе с коммунизмом, к сожалению, победила И эта тенденция привела к тому, что наша страна, наш проект, наш социализм На время ушли в прошлое Если мы хотим победить снова То нам надо понять, что бороться придется Не при помощи исключительно создания правильного царя Или правильного генерального секретаря Который за нас решит все проблемы А при помощи самоорганизации Накачивание социальных мускулов В борьбе за социализацию капитализма и реформы Развитие мозгов, которые помогут потом Не делать теоретических и практических ошибок Социальных мозгов, теоретической работы И в конечном итоге тогда будет победоносная и конструктивная революция А не правый фашистский переворот И сегодня в этом Еще один тезис в споре с профессором Поповым Российская буржуазия нам поможет мало Эта буржуазия не спешит Заниматься производством ради родной страны И в большинстве случаев Она гораздо более отсталая, злая, жесткая и подлая Чем буржуазия в развитых странах И во многих странах Латинской Америки Она полуфеодальная Сращенная с бюрократическими кланами И надежда на этот союз, эта иллюзия Есть некая маленькая толика Представителей этого сословия И интеллигенции, которые ему сочувствуют Которая готова идти на социальный капитализм На капитализм в стиле скандинавтик Кстати, они намного впереди России И об этом тоже надо говорить На капитализм, в котором буржуй будет платить 50, а то и 80% со своего дохода Капитализм, в котором полностью бесплатным будет Не только среднее, но и высшее образование Капитализм, в котором будет таким же медицина Капитализм, в котором минимальное пособие Перезработится, будет обеспечивать качественную жизнь А в России уже сейчас это можно С этим ВВП, который есть у нас Мне говорят, это революция Я говорю, нет, это капитализм, друзья Но ради этого капитализма надо драться И в первую очередь драться с нашим родным Властвующим классом Опирающимся на нашу собственную буржуазию Спасибо Попробуем 20 минут Ну 23, я перебрал 23 минуты 23 минуты 23 минуты предоставляются Михаилу Васильевичу Пожалуйста, Михаил Васильевичу Здравствуйте, уважаемые товарищи Хочу сразу сказать, что мы давно знакомы с Александром Владимировичем Во-первых, он работал и раньше, и давно на кафедре Политэкономии МГУ Которая была ведущей по моей докторской диссертации по политэкономии И вместе с Колгановым Вместе с заведующим кафедры Профессором Саголовым Который был человеком, выступавшим за планомерность А вовсе не за товарность И который подготовил специальный учебник Который выделялся и выделяется из всех учебников советского времени Тем, что там тенденция к товарности наименее представлена И наоборот, планомерность выставлена Как главная категория социализма Ну так получилось, что когда Александр Владимирович подготовил диссертацию Он приехал к нам в университет В институт повышения квалификации при СПБГУ, ЛГУ тогда И мы рассматривали диссертацию как ведущую организацию Я был рецензентом и дал положительную рецензию на его диссертацию Ну и я должен сказать, что с очень многим тем, что сегодня сказал Александр Владимирович Особенно в связи с тем, что он за диктатуру политриата И вообще тех, кто считает, что он против диктатуры политриата С ними надо биться Вот, я думаю, что это очень хорошо Хотя я бы отметил, что я вижу неоднократно у нас на политическом горизонте Вот, КПРФ буквально вся целиком Вместе со своими идеологами Он всегда берет только вот эту выдержку, так сказать, догматическую из Маркса Которая означает, что на переходный период от капитализма к коммунизму Диктатура политриата необходима А вот то, что она необходима, диктатура политриата на весь период До полного уничтожения классов Что достаточно обстоятельно Показано, доказано и обосновано В работе Ленина Великий почин, который очень маленький Уж не требуется большой затрат времени, чтобы ее изучить Тем не менее, товарищи, которые говорят о диктатуре политриата Так делают вид, что этого не было И что нет такой позиции И что можно, оказывается, иметь государство Которое бы не было диктатурой политриата Или диктатурой буржуазии И если оно существует в течение всей первой фазы коммунизма То есть при социализме Значит оно является государством диктатуры политриата Или когда оно перестает быть диктатурой пролетариата Ну, в таком случае кончается этап коммунизма И снова совершается переход к капитализму Что мы, собственно говоря, и наблюдаем Вроде бы эта мысль простая Если вы едете в Москву Из Ленинграда, Санкт-Петербурга То для того, чтобы доехать до Москвы Надо доехать до Балагова И вот если я буду цитировать, что до Балагова нужно доехать Это правильно? Правильно А дальше не надо ехать еще Достаточно до Балагова Так вот, чтобы иметь полный коммунизм Надо доехать не только до того, что мы построили социализм А при социализме-то государство Какой имеет характер? Классовый А каков классовый характер государства? В связи с этим вот тот вопрос Который Александр Владимирович считает очень сложным А я считаю очень простым Диктатура Ленин об этом говорил неоднократно Очень просто определяется Диктатура – это власть, не ограниченная никакими законами Никакими Почему? Ну, потому что если господствующий класс Если он господствующий, то он так организовал уже свою жизнь в государстве Что те законы, которые надо Которые вытекают из интересов класса И будут приняты Поэтому, я думаю, так же легко решаются вопросы с демократией Демократия бывает либо пролетарская Которая основывается на том, что созданы такие законы Которые обеспечивают диктатуру пролетариата И обеспечивают, между прочим, осуществление интересов громадного большинства трудящихся И не только пролетариата Почему? Потому что вся мелкобуржуазия, она не пролетариат Она создает материальные блага Другие там представители мелкобуржуазии действуют в сфере, можно сказать, нематериального производства И они, хотя и не производят материальных благ, но ведут себя точно так же Им не важно, что они делают, то важно, что они за это будут иметь Так эти положения этих людей тоже улучшаются Они тоже представляют собой ту часть людей В интересах которых осуществляется диктатура пролетариата Поэтому можно сказать, что диктатура пролетариата Есть истинная демократия Демократия ведь, если взять это слово Демо, демос народ Крат это власть, власть народа Так, вот для того, если эта власть обеспечивает интересы громадного большинства Это власть демократическая, как бы она ни была устроена А если эта власть позволяет болтать на любые темы, собираться где угодно Выходить на какие угодно улицы И даже если их за это не бьют То это никакая не демократия, это диктатура буржуазии Как она оформлена, диктатура буржуазии бывает оформлена в двух видах Либо диктатура буржуазии оформляется как буржуазная демократия И я полностью согласен с Александром Владимировичем Что конечно буржуазная демократия лучше фашизма И есть кто-нибудь, кто считает, что фашизм лучше буржуазной демократии Никто тут так не считает Это совершенно, это очень важно подчеркнуть Что мы можем собраться, высказать свои позиции Вывесить там, где мы считаем нужным Все равно их посмотрят гораздо меньше, чем посмотрят наши телевидения И мы вместе со своими дискуссиями будем тонуть среди моря Совсем других позиций, совсем других идей И я думаю, что буржуазия, так сказать, понимает Что это не сотрясет ее буржуазную диктатуру Как бы мы между собой тут не дискутировали Поэтому можно говорить о демократии Как о буржуазной демократии Когда это власть меньшинства И которая, как всякая демократия Обеспечивает диктатуру своего класса То есть власть не ограничена никакими законами Ну какие надо законы, такие примут Нужно было принять закон о пенсионной реформе Его приняли Как большинство к этому отнеслось? Отрицательно Вы думаете, кто-нибудь не знал, как отнесется большинство? Путин не знал, или Медведев не знал Или не знали ли это люди в Думе Они все знали И что? Как что? Диктатура буржуазии При демократии А вы можете высказаться против И я выступил против И другие товарищи выступил против И будьте довольны Это демократия И это я буду вам мешать Портить вашу жизнь А вы будете высказываться И поэтому всех призывают И как дурачки Они повторяют судьбы будем совершать протестные действия нас будут душить мы будем протестовать нас будут бить мы будем протестовать у нас будут все отбирать мы будем протестовать что дать протестовать это сугубо негативная задача даже простая забастовка простая элементарная забастовка предполагает выдвижение требований а требование это нечто положительное значит мы требуем это они просто говорим что мы туда не пойдем туда не пойдем если сейчас буду рассказывать куда я не пойду после того как закончу свое выступление вы отсюда не уйдете потому что это очень долго будет я думаю поэтому вопрос этот очень важный я хотел бы сосредоточить свое внимание в оставшееся время его у нас мало для того чтобы сказать что самое главное что у нас должно быть объектом нашего внимания это то что мы потеряли мы потеряли социализм социализм в ссср наступил в середине тридцатых годов и что такое социализм социализм раз уж у нас требуется определение это что такое так то мунизм в первой фазе или первая фаза коммунизма или неразвитый коммунизм или не полный ком solem快 хотите это коммунизм поэтому в отличие от никита сергеича хрущева который говорил еще нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме мы даже сказать что то поколение советских людей которому не александр владимирович я не принадлежу жила при коммунизме почему но я какое-то время прожила вы наверно тоже какое-то время поражение немножко ведь при коммунизме то ли салоне вам поэтому он и нравится мне тоже нравится ну вот значит а что такое коммунизм не радио ты не полный это коммунизм с отрицанием с каким отрицаем на маркси объяснял что это такой коммунизм который выходит из старого строя и во всех отношениях в экономическом нравственном и умственном несет отпечаток того строя из которого он вышел или скажем тут доказывать что дураков много у нас если это капитализм не стоит потому что даже если это социализм но если отпечатки в экономическом отношении есть они еще и приводит к тому что появляется достаточно много дураков или отсталых людей или запутанных или запуганных и так далее поэтому можно было в нравственном и умственном отношении не называть об это прямо выводится из тех родимых пятен которые есть в экономическом отношении поэтому можно было бы сказать так что противоречие движения социализма в ссср которая начала действовать в полную силу тогда когда социализм был построен это противоречие между коммунистической природой социализма и его отрицанием связанным с выхождением из капитализма отсюда вывод что движение вперед это борьба коммунистических начал или коммунизма с его отрицанием отрицание коммунизма это то что ведет капитализма тут ничего третьего не получишь а что является отрицанием коммунизма коммунизм от слова коммунизм общий то что в интересах общества это коммунистическое то что в интересах частных отдельных лиц неважно как они оформлены и какими постами они обладают и где они сидят и как они называются и какие у них билеты и какие у них значки и галстуки и это не имеет значения имеет значение то в интересах общества они действуют или нет поэтому можно было бы вот самом общем виде на сказать что социализм это борьба за за коммунизм против его отрицания против попыток поставить во главу угла какие то там интересы другие они интересы обществу тело мне честные интересы ну раз эта борьба за коммунизма кому коммуницу означает общий то значит производство присутствотрими непосредственно общественные а не товарный и раз она и непосредственно в интересах общества и это выраженное в целя социалистического производства обеспечение полного благосостояния свободного всестороннего развития всех членов общества, и эта цель осуществлялась, и поэтому мы так и любим ту самую страну, которую, к сожалению, мы потеряли и которую нужно воссоздать. Поэтому второе противоречие, которое уже выступает как экономическая противоречия, это противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и его отрицанием. Во ещё мне отрицании непосредственно общественного характера товарности как моменте этого же самого производства и мы это наблюдали что несмотря на то что производство у нас считается в интересах общества но мы прекрасно понимаем что одно дело общество другое дело государства и одно дело общества другое дело представителей этого общества сколько было у нас случаев когда не только выше сидящие но и ниже стоящие делали не то что нужно в интересах общества, а то, что им противоречит. По принципу дать обществу поменьше и похуже, а взять от него побольше и получше. И Ленин, так сказать, говорил об этом на самых первых этапах вообще советской власти. Вот в этом противоречии развивается социалистическое производство, как противоречие между непосредственно общественным характером производства и товарностью. Товарность, которая не образует товарного производства, еще и где-то рядом, а которая есть его отрицание в самом этом непосредственно общественном производстве. Как только убрали в 1965 году показатель номенклатуры, об этом мы писали с профессором Моисеенко в книге с таким тихим, можно сказать, некритическим названием «Демократический централизм. Основной принцип управления социалистической экономикой» в 1975 году. Она вышла в издатель «Членный издат» и тиражом, не по нынешним веренам, будь сказанных, 15 тысяч экземпляров. Вот мы впервые подвергли критике фронтально всех тех рыночников, которые нас толкали по существу в сторону контрреволюционную, и что в полной мере мы поняли еще не тогда, а по мере того, как мы углублялись и входили в эту борьбу с теми, кто стоял на позициях рыночного социализма. И эта борьба может быть осуществлена, если идет осуществляется приоритет интересов общественных. У нас сейчас каких интересов приоритет? Личных. Произглашено везде. Даже на конвертах пишут Иванову. Улица, дом, улица, город, страна. Если я стал, будучи принципиальным человеком, министром, я какие интересы должен нас осуществлять. Это у нас принцип приоритета личных интересов. Ну, своих. Ну, я что-то делаю, конечно, по своему министерству. Не без этого. Но самое главное за это время, пока я нахожусь на вершине государственной власти, набрать как можно богатство, чем и занимается основная масса у нас сейчас чиновников. Ну, а тенденция к этому была у чиновников в советское время? Конечно, была тенденция. И вот пока с этой тенденцией боролись, и пока она была подчиненной и изгоняемой, вплоть до, как вот тут сказал Александр Владимирович, вплоть до расстрелов. Вот она не превращалась в то, что грабили весь народ. Грабили, эксплуатировали весь народ. Я как-то слушал выступление Ельцина в Соседании Верховного Совета, где он объявил, что у нас отменили смертную казнь за экономические преступления. И такой был возглас, восторг у всех. Такой был шум. Праздник такой. Я даже удивился. Думаю, а в чем такая радость-то? Я-то не понимал, что вот так будут брать, воровать у народа, как сейчас берут и воруют. Миллиардами. Миллиардами. Не считая всем. И, конечно, тиновники только прячут доходы или прибавочную стоимость, которую они получают, под зарплатами. Потому что если зарплата шахтера 50 тысяч, а получают, скажем, члены правления Роснефти 28 миллионов в месяц, значит, 28 миллионов минус 50 тысяч – прибавочная стоимость. И эта прибавочная стоимость на самом деле показывает, что они капиталисты, только соединившиеся в государственные, такой коллективные капиталисты. И они причем отлично уселились. Они приватизацию сделали только в довольно узких масштабах. Это вот мы говорим, вот широкая приватизация. А что там приватизировали? 70% ВВП производится на государственных предприятиях. И вот чиновники этих государственных предприятий, которые выглядят как назначенные, скажем, люди для осуществления производства, они прежде всего занимаются чем? Осуществляют приоритет своих личных интересов. Но это мы уже забежали вперед, а лучше сказать назад. Поэтому я возвращаюсь к тому противоречию, о котором сказал. И это противоречие разрешается тоже благодаря борьбой за приоритеты общественных, экономических интересов. Но у нас имеется еще не полностью преодоленное деление на классы. Деление на классы полностью при социализме не преодолено. И когда оно будет преодолено, это и будет уже не социализм, уже не низшая фаза, а высшая фаза. И вот до этого момента необходима диктатуру бультериата, как объяснял Ленин, и вот некоторые товарищи в громши заглянули, и туда заглянули, а в Ленина как-то так то ли не заглядывает, то ли заглянули и как-то оставляют это в стороне. Это камень, так сказать, в ваш огород, небольшой. Только вы скажите, кто пролетариат, а то я так и не понял. Обязательно скажу. Пролетариаты – это люди, которые лишены собственности. Вот это самое первое определение. Лишенные собственности. Вот если у вас собственности нет, видите, у вас собственности нету, квартира у вас приводирована? Нет? Значит, пролетариаты – это люди, лишенные собственности. А вот руководить, говорил Ленин, должен не просто пролетариат, а городской, фабрично-заводской промышленный пролетариат. Это вот часть этого самого пролетариата. Вот есть страдающий класс. Вот страдает очень много весь народ. А руководить этой борьбой не может весь народ. Почему? Вот мы, мы, интеллигенты, профессора, получаем из рук кого? Свой хлеб. Из рук буржуазии. Они от рабочего класса. Это мы при социализме от рабочего класса получали. И от государства советского. А сейчас мы должны получать совсем от другого. Поэтому неудивительно, что все эти представители умственного труда, при том, что они мучаются и страдают, может быть, больше, чем некоторые промышленные рабочие, не в состоянии руководить всей массой трудящихся и плотируемых на всем пути до полного уничтожения класса, а в состоянии руководить городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие, которых много индустриальных рабочих. И Александр Владимирович об этом совершенно справедливо сказал. Поэтому речь идет о том, противоречие, которое существует при социализме, его нельзя никуда прятать. Это противоречие между бесклассовой природой коммунизма, то есть социализм – это бесклассовое общество, но в первой фазе. А что значит в первой фазе? Это значит, что с отрицанием, то есть не полностью преодолено деление общества на классы. Поэтому существует противоречие между бесклассовой природой коммунизма и неполностью преодоленным делением общества на классы, которое разрешается борьбой за интересы рабочего класса. И это единственный класс, который выражает интересы всех трудящих, всех страждущих, о которых совершенно правильно печется. Александр Владимирович, я к нему целиком присоединяюсь. И в интересах медсестер и врачей, которые себя не могут защитить, не дадут им денег и пропадут, и пропадают. И в интересах учёных, которых разгоняют как толпу, взяли и отобрали все институты в Академии наук. Да все с этим мирились, цари мирились. Взяли и отобрали. Неужели учёные хуже потратят деньги, выделенные на науку, чем какие-то чиновники, тем более которые создали фану? Фановые у нас теперь учреждения институтские. Фановые. И вот в это фановое учреждение попала та часть, которая занимается научным исследованием. А учёные, так сказать, академики, говорят, вы можете делать прогнозы. Но если страна катится в пропасть, какой прогноз должны сделать учёные? Что она катится в пропасть? Прямо вот об этом и договорились Путин с Сергеевым. Что вы можете делать? Планы не нет. Мы остановили на три года, то есть не мы, а они. Остановили на три года закон о стратегическом планировании. А вот прогнозы, пожалуйста, вы учёные, собирайтесь, болтайте, пишите прогнозы, и публикуйте где хотите. Болтайте. Демократия. Я согласен, что демократия это лучше, чем сидеть в тюрьме. Безусловно, не буду спорить. Вот эта противоречия разрешается благодаря тому, что осуществляется планомерное осуществление интересов рабочего класса через государственную систему планово-централизованного управления. И тогда мы получаем то же самое противоречие движения, уже как противоречие между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности в его организации. Под элементами стихийности скрыто и непознаваемость каких-то, так сказать, в течение короткого времени пока составляется план. Вы всё не познаете. И хоть некоторые рассказывают всякую ерунду насчёт того, что планировали всё до последнего гвоздя, докладывают, что на уровне правительства новенклатура утверждалась в количестве тысячи штук. А на уровне министерств только 17 тысяч министерств. А остальное всё внизах. В исполкомах, на местах и так далее. Но дело в том, что вот это наличие противоречия в интересах каждого трудящегося, которое при составлянии состоит в том, что мне выгодно как трудящемуся рост общественного богатства, тогда будут фонды вырастать общественно, я больше получу, и зарплата будет выше. Но мне выгодно получить большую долю меньшего пирога. Это тоже мой объективный интерес. А вот как сделать так, чтобы это противоречие разрешалось в пользу первого интереса, а не второго? Вот для этого нужна и нужна система государственного планового централизованного управления, которая и осуществляет диктатуру пролетариата, и обеспечивает подчинение всех и трудящихся, и нетрудящихся. С нетрудящимися вопрос очень короткий. Кто не работает, тот не должен есть, и не надо его расстреливать. Зачем? Он просто пусть не ест, и все. Это его уже дело. Он свободный человек. Хочешь, работай. Хочешь, не работай. Как бы он голодает, пока не умрет. У нас сейчас вот в качестве протеста голодает. Пусть голодает в качестве протеста против социализма. У нас тут есть такой вопрос, вроде того, каковы границы политического насилия? Да какие границы могут быть при диктатуре? При диктатуре в буржуазии есть границы? Нет. А при диктатуре пролетариата есть границы? Тоже нет. Ну, потому что диктатура, любая, хоть пролетариата, хоть буржуазия, и эта власть не ограничена никакими законами. О каких границах можно говорить в отношении к власти не ограничены никакими законами? поэтому поэтому и ставится задача мы должны прийти к такому общество где государства не будет то есть насилие не будет мы это насилие признаем допустим только в одном смысле как насилие по отношению к насильникам и по отношению к негодяям которые разрушают наше общество поэтому заканчиваю поэтому сейчас закончу предложение поэтому ты ленина говорил что богатые жулики тунеядцы и хулиганы враги социализма враги трудящихся и расправляться с ними нужно беспощадно и всякое нервничание всякое сентиментальничание по отношению к ним было бы величайшим преступлением перед социализмом пережитки буржуазии в наших рядах у нас есть свободные места вот товарищи вот это диктатура пролетариата коллеги михаил васильевич я в затруднительном положении поскольку да я как нечаянно начал ну давайте пусть так ему я честно говоря немного потерялся вот в этом выступлении профессора попова наверное скорее всего захочу уточнить давайте если нет границ для политического насилия давайте начнем с конца то следовать на те у кого в руках власть могут использовать эту власть для уничтожения сколь угодно широкого круга людей если они имеющие власть считают что это необходимо первое вы согласны с этим или нет нет ну вот тогда границы границу и значит это не границ это не границ это не прокомментируйте ладно вот это первый вопрос я честно говоря не понял диктатура пролетариата при социализме если нет класса буржуазии то эта диктатура пролетариата против всех остальных трудящихся и хоть мелкой буржуазии правильно я понимаю что кроме городского промышленного пролетариата все остальные должны быть лишены избирательного права права создания политических организаций и других политических прав неправильно если неправильно то в чем тогда заключается диктатура против кого если все обладают против мерах буржуазных попыток взять все помочь их побольше и получше а другим дать поменьше и похуже коллеги вот у меня просьба к михаилу васильевичу отвечать по конкретнее потому что за все хорошее против всего плохого это прекрасный лозунг к с ним спорить невозможно вы задавайте вопрос задавайте минуты свои используя я прошу отвечать не по принципу против попыток которые кто-то использует да это ли до выступления вы вопросы задавали а три минуты использую как что я прошу вас вот прояснить значит против кого используется вот третий вопрос как гарантировать вырождение государственной власти самодостаточную силу подчиняющую себе граждан и действующую вопреки интересам граждан какие механизмы вы считаете гарантируют власть политическую номенклатуру от такого врождение в качестве иллюстрации считаете ли вы что власть в советском союзе на разных этапах скажите на каких было и не на граждан считаете ли вы что все то что делалось там в тридцать седьмом году было в интересах граждан не считаете ли вы что отсутствие этого контроля как раз и привело к тому что номенклатура променяла свою власть на собственность да и еще один вопрос касающийся современной действительности в ряде выступлений я так понял вы считаете что российская буразия способна вместе с передовыми левыми силами обеспечить возрождение страны борьбе с американским капиталом правильно ли я вас понял и не считаете ли вы что российская буразия ничем не лучше американского капитала за исключением того что ведь используют еще и феодальные методы господства все у вас есть три минуты чтобы задать вопрос значит у меня вопросы записаны в присланы александру владимировичу поэтому я их просто зачитаю когда в ссср началась первая фаза коммунистической формации второй вопрос классовый характер советского государства я могу вам передать характер социалистического производства диктатура пролетариата и демократии пятый вопрос противоречия развития социализма 6 вопрос когда в ссср произошла контрреволюция и седьмой вопрос когда в ссср начался переходный период от социализма капитализма спасибо не использовал свои при ответах на вопрос александр владимировича вы готовы на то есть нас начнет отвечать ну наверное я если первый был он задавал значит что касается границ насилия еще раз надо нам как-то так усвоить что такое диктатура диктатура это власть не ограничены никакими законами поэтому надо не границы искать а сущность искать диктатуру есть сущность диктатура пролетариата которая состоит в том чтобы обеспечивать интересы громадного большинства трудящихся и в условиях социализма сохранять общественную собственность и бороться сейчас с частной собственности или как говорили говорили маркс и енгельц все наше учение может быть выражено одной фразой уничтожение частной собственности значит всякие поползновения к созданию частной собственности должны беспощадно подавляться второй вопрос против кого не против кого диктатура пролетариата не против кого в условиях социализма это вот переходный период она могла быть против буржуазии против даже каких-то элементов мелкой буржуазии хотя мелко буржуазии была в основном союзником пролетариата поэтому против кого нельзя так сказать про диктатуру пролетариата при социализме поэтому ленина говорила что это полу государства нет того класса который нужно систематически подавлять но она должна выступать против любых выступлений кто бы их не осуществлял и как бы не назывались эти люди и где бы они не сидели это рабочие это это партийные работники это комминистры секретари генеральные секретари вот если диктатура пролетариата с этим не борется то возвращается капитализм как гарантировать превращение вот это вот от этого конечно главная гарантия это советская власть то что у нас частично была утрачена советская власть в середине тридцатых годов тридцать шестом году когда начался период социализма а именно выборы по фабрикам и заводам перестали производить производиться хотя программе партии вплоть до ее уничтожения в 1961 году стояла в дальнейшем стояла что стояла положение о том что чем обеспечивается соответствующий характер государства тем и связь с профсоюзами и связь с трудящимися тем что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ а завод-фабрика в чем тут фокус что тут главное почему так это важно потому чтобы это степать при выборах по территории как вот сложилось тридцать шестом году уже невозможно никого отозвать поэтому же заражение государственной партийного аппарата было же не ваткать неизбежным при такой системе потому что никого нельзя отозвать нет практически возможности отзыва и наоборот если избираются депутаты через в трудовых коллективах голосует трудовой коллектив он же собрался он же отозвал в любой момент при этом есть возможность избирать кого угодно любого интеллигента любого так сказать представителя любой другой профессии но голосовать должен трудовой коллектив надо сказать что в положении о выборах которое существовало была лазейка то есть избираются депутаты в трудовых коллективах а после этого избирается часть этих депутатов отправляется на съезд советов как верховный орган оказывается на этом уровне можно уже избирать не не депутатов направлять которые прошли через коллектив а кого угодно вот кто тут встретился там можно и направить поэтому так можно всю эту систему красивую которая была вроде красивой системы советской власти разрушить сделав вот одно примечание 2 которые там стоит в этой системе печальный так считаете ли вы что в тридцать седьмом году что в тридцать седьмом году так сказать что происходило в тридцать седьмом году как и в тридцать шестом и в тридцать пятом у нас все время была диктатура патриата с бюрократическими извращениями мы об этом даже говорили с вами по телефону поэтому бюрократических извращений может быть больше может быть меньше вот скажем поэтому мне кажется вот странным что вот товарищ берия который когда пришел соответствующие органы и стал разбираться в делах и резко снизил количество нарушений которые там были и привлекли к ответственности тех кто нарушал вы же знаете что и и года и ежов были расстреляны вы против этого расстрела я не против потому что они виновны в большем числе в том что много людей как людей преданных делу социализма и коммунизма были расстреляны ну и поэтому если мы будем допускать такие вещи значит мы будем иметь возможность это продолжать поэтому я думаю что безусловно и в тридцать седьмом и тридцать восьмом и тридцать девятом и так далее у нас государство было диктатуру патриата пока не стали по частям разбирать его на кусочки пока не поменялась экономическая система шестьдесят пятом году как вы знаете в шестьдесят пятом году ориентации номенклатуры была избрана производительность труда изгна из показателей фонда образующих фонда образующими стали прибыль рентабельность и объем реализации а еще раньше то что является определяющим для правящей партии из программы партии в шестьдесят первом году было выброшено положение о диктатуре пролетариата более того в докладе в первую сестеря сказано что классовая борьба прекратилась а борьба с чем с мелко буржуазностью с попытками дать обществу поменьше и похуже дать его побольше к сожалению они и тогда носили массовый характер а им при хрущеве далее так сказать воли даже вот закон был принят о мелких вещей не кто много то не тащите каждый день понемножку и тогда вы не привлекаетесь никакой ответственности это было такое и сказано что всякая классовая борьба прекратилась но раз она прекратилась значит организованная борьба рабочего класса во главе с партией прекратилась а борьба мелко буржуазных тенденция она не может прекратиться она разрасталась и тогда мы получили диктатуру буржуазии вот что произошло шестьдесят первом году которую я считаю той точкой когда можно сказать о том что совершил совершена политическая контрреволюция а дальше контрреволюция развивалась она доразвивалась до того что в девяносто первом году мы получили уже реставрацию капитализма а не просто контрреволюция то есть был переходный период от коммунизма капитализму а что касается вот единство там с российской буржуазии откуда у вас такая мысль вообще могла возникнуть что может быть какое-то единство у рабочего класса и у сторонников диктатуры подряд а с буржуазии российской никакого единства просто не может быть но вот если правда кто-то из буржуазии скажет что дважды 24 то мы должны будем с этим согласиться точно так же как вот вы тут дважды повторили про нелинейные вот у нас на кафедре где я работаю тоже очень любит это повторять я иногда спрашиваю а вы хоть знаете что такое нелинейные функции ну а линейная это функция вида y равно к x плюс b откуда вы взяли нелинейность а ну докажите что это нелинейный причем тут линейность нелинейность но это сложно противоречиво есть другие для этого понятия для того чтобы не выхватывать из математики то что к этому имеет не имеет никакого отношения использовать и так далее вот что касается таких вот безграмотных вещей которые я иначе назвать не могу как вроде социальная социализированный капитализм как он может быть социализированы если всякий капитализм социальный это же социализирует от общественно это же общественный строй общественный строй любой в том числе и фашистский он социализированный это такое общественный строй такое общество фашистское поэтому не может быть не социализирована капитализма и не может социального государства отдельно это как сильный богатырь или ясное солнце ясно что если до государства это понятие социальное относящиеся к обществу как может быть не социальное государство и вот такие глупости вроде которые с брежневских времен идут экономика должна быть экономной ну понятно а физика физичная химия химичной и так далее это выдается за новое слово в марксизме александр ну чего вот с этим вот выступаете не надо с этим выступать а что касается с российской буржуазии с российской буржуазии рабочий класс сейчас современные российские должны вести классовую борьбу а если оказывается что российской буржуазии сделать что-то полезное для развития производства что бывает очень редко больше всего она делает для его разрушения то это надо приветствовать но это мы-то в этом не участвуем и можем повлиять только одним путем забастовочным прежде всего воздвижением не не протестными действиями от которых ничего не меняется а именно развитием забастовочной борьбы через которой лежит дорога к созданию советской власти и к возвращению советскому союзу что там все у меня или еще как красиво александр владимирович да сейчас я включу свой секундомер мне стало еще сложнее для к в этом или смысл потому что мы беседуем в каком-то перпендикулярном хоть и режиме практически не слышит друг друга и говоря на разные темы меня только что профессор попов попросил не говорить скучности и банальности и так далее касательно социального капитализма мне хочется адресовать все профессору попову но такую же просьбу мать и если бы у нас все развивалось так как было написано в учебниках 30 какого-то 50 какого-то года и после этого не произошло очень серьезных изменений и в нашей стране и в мире и в социальной структуре и в производительных силах наверно можно был по-прежнему рассуждать по поводу товарности и не товарности показатели номенклатуры и так далее какие-то отголоски этого сейчас 50 лет спустя по-прежнему интересны я даже скажу не только для историков экономической мысли но и для будущего планирования при социализме может быть хотя вообще граби дэйта создают совершенно другую атмосферу в системе планирования и там другой спор будет уже совершенно но давайте по порядку значит прежде всего ну так получилось что есть вот эти письменные вопросы понимать чем дело я в отличие от миха васильевича не считаю что старая добрая ситуация вот есть коммунизм есть первая фаза есть переход ты на первой фазе записанные в учебнике это то что требует существенной коррекции на базе нескольких фраз маркса и ряда положений ленина построили законченную теорию реальность ситуация гораздо сложнее вот когда я говорил про нелинейность хорошо пусть будет нелинейность пусть будет движение включающие реверсию регресс контр реформы контр революции это реальность и реальность становления коммунизма предполагает что на протяжении долгого периода становление коммунизма как мирового процесса подчеркиваю мирового процесса изолировано рассматривать бессмысленно предполагает вот эти очень сложные прямые обратные шаги поэтому вопрос вообще говоря когда в ссср победила первая фаза информации достаточно бессмысленно я бы ответил на него так никогда значительная фундаментальная важная красная алая линия причащая развитие коммунистических отношений в нашей стране началась и укреплялась двадцатых годов в постоянном противоречии эта линия как развивалась мучительно и в борьбе далеко не только с буржуазией то что называется мелко буржуазными элементами на мой взгляд здесь возникает новая линия конфронтации люди которые включены в процесс социального творчества сами совместно ассоциировано создают новые общественные отношения отношения самоуправления на предприятии отношения самоуправления в регионе отношения общественного присвоения отношения справедливого распределения отношения бесплатного творческого образования новую культуру и так далее творцы своей жизни вот это есть коммунизм когда мы совместно с сыром твою свою общественную жизнь не то что у нас что-то написано в конституции или не написано в конституции повешено вывеска государственной или частной когда есть этот реальный процесс и те кто в этот процесс не включены и те кто воспроизводит да можно сказать старыми словами частную жизнь но конформист он может вполне работать и на бюрократе он может искренне выполнять задание как винтик бюрократической системы быть противником коммунизм хотя формально он частную собственность тебе присваивать не будет на частные блага ориентирован не будет это совершенно другое деление вот на этом делении весь оселок коммунистической проблемы ссср погубила мещанство конформист антисоциальный творец если хотите это то что надо понять сейчас и когда мы говорим сейчас про протест и про забастовки ну да замечательно призвать к забастовке но если у нас нет сегодня способности даже на митинг вывести людей то какая калаху забастовка это даже не прожектерство и даже не наивность я бы сказал жестче но в интеллигентной аудитории этого говорить не будет вот проблема сделать из людей социальных творцов которые будут способны сделать профсоюз который будет способен на конструктивное протестное действие у него есть лозунг о котором вы сказали не увеличивать пенсионный возраст и так далее кстати когда в 2005 году люди вышли и перекрыли улицы это был протест в результате деньги у правительства нашлись и монетизации год не было по разному это просто маленький пример от социального творчества и конформизма те кто не вышел те помогли правительству к сожалению в советском союзе конформист привел к власти номенклатуру которая победила социалистические тенденции и отсутствие продуманных системных механизмов контроля за властью снизу не только производственный принцип и действительный императивный мандат в императивном мандате мы с вами согласны я уже это говорил и повторю отсутствие сильных действительно независимых профсоюзов отсутствие реальной возможности свободное объединение людей отсутствие реальной возможности критиковать власть в ссср и ее практически не было в периоды за это просто расстреливают. Отсутствие возможности создать альтернативную политическую коммунистическую организацию, которая скажет, ребята, вы номенклатура, вы себе захапали привилегии, и вы работаете не на интересы граждан. Вы просто провозглашаете, что вы работаете на интересы граждан. На самом деле вы работаете на интересы себя, как особого социального слоя, тем, чтобы в будущем захапать себе собственность, о чем было написано еще в 27-м и так далее, в годах оппозиции. И что получилось. А мы, коммунисты, считаем, что так действовать нельзя. Вот тех коммунистов, которые пытались это делать, расстреливали пачками. Это была действительно настоящая борьба. Только не классовая борьба с буржуазией или с мелкобуржуазией. Это была борьба, номенклатура, опирающаяся на мещанина, с коммунистами, опирающимися на социальных творцов. Победить до конца номенклатура, опирающаяся на мещанина, не смогла. Потому что, если бы она победила, она просто выродилась уже тогда и проиграла войну с фашизмом. Этой номенклатуре была нужна советская система, нужен был энтузиазм, нужны были коммунисты. И она ее воспроизводила с одной стороны, и как только она чуть-чуть приподнималась, душила с другой стороны. С одной стороны, посадить Ежова, дать ему все полномочия, закрыть глаза на то, что он расстреливает, а потом расстрелять и всех успокоить. Это известно еще со времен мегипетских фараонов. Ничего нового здесь никто не придет. Характер социалистического производства. Социалистическое производство включает в себя две компоненты. Это переход от царства необходимости к царству свободы. Одна часть – это коммунизм. Оно действительно непосредственно общественное. Я про это писал в своей докторской диссертации, в кандидатской. И вы правильно мне сказали спасибо, и я вам за это благодарен. И до сих пор я пишу то же самое. Росток коммунизма – это система планирования на основе непосредственно общественного труда в высоко обопчисленном секторе и свободное движение ресурсов там, где каждый может получать все. Кстати, это огромнейшая проблема – снятие интеллектуальной частной собственности и переход собственности каждого на все. Вот если Михаил Васильевич про это хоть немножко скажет потом, я буду счастлив. Потому что без общедоступных коммунистических благ, информационных и культурных, движение вперед сейчас невозможно. Это сейчас едва ли не важнее, чем собственность на станке. Ну это апропор, да? Сегодня интеллектуальный продукт стоит дороже, чем продукция крупного машиностроительного комплекса. Просто мы в другом мире уже немножко живем. Противоречие развития социализма. Ну то, что вы сказали о противоречии между рождающимся коммунизмом и отмирающим царством необходимости, включая и товарное производство, и государство, и насилие, и религию и так далее. Безусловно. Это очевидно. Тут никогда мы с вами не спорили, спорить не будем. То, что надо поддерживать коммунистическую тенденцию, безусловно. То, что на протяжении долгого периода внутри рождающегося коммунизма будут сохраняться пережитки капиталистической системы, в том числе они будут сохраняться и в экономике, и в политике и так далее, тоже безусловно. Но это не единственное противоречие. Самое интересное – это внутренние противоречия коммунизма, но это не наша тема сегодня. Когда СССР произошла контрреволюция. Ну, я меньше всего хотел говорить по истории СССР, если честно, и вы заметили, в вступительном слове я об этом практически ничего не говорил, потому что главная задача – это уроки на будущее. Я об этом обязательно буду говорить в заключительном слове. Но, на мой взгляд, с того момента, когда начался отрыв государственно-политической власти, партийно-государственной власти, от контроля снизу, когда убрали все элементы и социалистической, и буржуазной, и любой другой демократии, понимаемой как возможность людей, демоса, иметь реальную политическую власть. В процессе тридцатых годов произошла эта контрреволюция, которая не была завершена тогда. Потому что СССР всегда оставался двойственным. У меня всегда была коммунистическая мощная тенденция, у меня всегда была бюрократическая, так сказать, номенклатурная тенденция, базирующаяся на мещанстве. И в этом противоречии был, так сказать, главный, мучительный вызов для будущего – кто кого. Этот вопрос оставался. Кстати, очень много говорят про Крущевский период негативный. Если вы посмотрите материалы, в этот период отменили плату за образование в девятом и десятом классе, которая была при Сталине. В этот период отменили плату за высшее образование, которая была при Сталине. В этот период отменили огромное количество бюрократических привилегий и льгот, которые были при Сталине. В этот период хоть немножко обеспечили контроль за этой партийной государственной номенклатурой. Чуть-чуть. Это были очень маленькие подвиги. В этот период хоть чуть-чуть дали свободу И в этот период появилась возможность, потенциальная возможность развития коммунистической тенденции. В этот период были голубые города, в этот период были наукограды, в этот период создавались университеты и многое другое. Это не идеальный период, стипендик, паспорта и пенсии колхозникам и многое чего другое. Так что смотрите на факты, уважаемые коллеги. Это делалось теми же в основном методами, теми же людьми, выходцами из той же номенклатуры и очень быстро закончили. Просто чуть-чуть другая динамика, но это не самое главное. Самое главное на самом деле это реставрация, когда она началась. Да, она подспудно началась фактически с самого начала. С того момента, когда номенклатура и ее дети включились в воспроизводство буржуазного образа жизни. И когда большинство граждан СССР стали думать прежде всего о потребительских благах и решать задачи обывателя, конформиста, но не социального творца. Вот с того момента, когда мы потеряли социальное творчество, коммунистический энтузиазм, с этого момента началось вырождение. Апогея, оно достигло прибрежней. В Горбачевскую эпоху ушла мощная борьба трех тенденций. Одна из них хорошо известна буржуазная тенденция. Вторая известна меньшая, это тенденция консервативная, вернуться назад в диктатуре и таким образом решить все проблемы. И последняя тенденция, собственно, коммунистическая, самая слабая, демократическая, марксистская. Но она была и базировалась на самоуправлении трудовых коллективов, где мы, кстати, тоже были солидат. В качестве посткриптума. Пожалуй, ключевая проблема для нас сегодня, это все-таки вопрос о границах политического насилия и диктатуре политориата в этом контексте. Ключевое отличие от диктатуры политориата, если мы хотим использовать этот термин, хотя я еще раз говорю, термин, на мой взгляд, неудачный. Я бы использовал термин «власть трудящихся при, возможно, если это необходимо, ограничении политических прав, эксплуататорских классов и контрреволюционерных». Если в этом нет необходимости, ее ограничивать не нужно, с ней можно бороться с политическими методами. Зависит от того, насколько мы сильны и какое окружение. Но главная проблема этой власти, это предотвращение, вырождение диктатуру узкого круга бюрократически-номенклатурной олигархи. Ну не олигархи, не знаю, узкой бюрократически-номенклатурной группы. Это ключевая мучительная проблема, о которой споткнулись все практики социализма. И вторая проблема, которую не смогла решить плановая экономика, она смогла решить проблемы коммунизма. Она смогла решить проблемы бесплатно общедоступного великолепного образования, коммунистическая тема, творческий труд, материально-техническая база коммунизма. Она смогла то же самое сделать в здравоохранении, она смогла то же самое сделать в культуре. Она не смогла решить проблемы в области буржуазного и индустриального производства, проблемы дефицита. Об этом сейчас споткнулась Венесуэла, об этом спотыкались практически все системы. И способ, которым это решает Китай, буржуазный способ, ведет к огромным потерям. Это вызов нам всем. Но главный вызов, я еще раз говорю, мы сегодня говорим о политической системе. Это то, что если мы диктатуру пролетариата, которая на самом деле должна быть наиболее демократичнее, потому что диктатура плохая. Плохой. Не превращаем народа власти со всеми его атрибутами, которые специально будут выписывать. Включая оперативные мандаты, право отзыва. Включая полное развитие прав на демонстрации, митинги, свободу слова и так далее. Включая реальное самоуправление на производстве и по месту жительства. Включая мощное гражданское общество. У Чавеса есть термин «социализм гражданского общества». Если мы в этом направлении не идем, а если мы идем в направлении отмирания государства, а усиливаем репрессивные аппараты власть ограниченного узкого круга, мы убиваем социалистические и коммунистические ростки. Вот это главный урок и главная проблема. И главное, что я хотел сказать в этом ответить. Как только мы такие ростки убиваем, номенклатура тут же вместе с омещанином большинством населения требует реставрации капитализма. Это абсолютно закономерная ситуация. Сегодня, к сожалению, это переживает Венесуэла и переживает Кубок. Они наступают на абсолютно те же самые грампы. Методами политических репрессий и усиления политической диктатуры этот вопрос не решается. Ну и, наконец, власть не ограничена никакими законами. Понимаете, на уровне теоретического лозунга это хорошо. Но как только теоретический лозунг переходит в практику, появляется знаменитый тезис Ленина, Дзержинского и всех остальных под названием «социалистическая законность». И всякого, кто ее нарушал, расследил. И правильно делают. Если эти законы приняты народом, если созданы механизмы, обеспечивающие контроль за бюрократией снизу, то дальше власть должна быть подконтрольна гражданам. Ключевая проблема политической системы социализма – это подконтрольность правящей, реально властвующей группы гражданам. Сразу превратить народ в хозяина не удастся. Вот если этот контроль обеспечится, и эта властвующая группа будет иметь все меньше и меньше полномочий, организованной в ассоциации граждан все больше и больше полномочий, мы будем двигаться к коммунизму. Если нет, мы будем вырождаться и неизбежно получим капиталистическую арестованность. Спасибо. Виктор Иванович Галко, кандидат экономических наук, ректор университета рабочих корреспондентов, фонда рабочей академии. Один Юрков Кирилл Валерьевич, кандидат технических наук, преподаватель Красного университета фонда рабочей академии. И Иван Михайлович Герасимов, кандидат технических наук, преподаватель Красного университета, главный редактор правды и труда, вице-президент фонда рабочей академии. Татьяна Ивановна, если можно, я просто оказался в несколько сложном положении. Те коллеги, кого я просил выступить в качестве секундантов, не все согласились на эту историческую роль. Вот, то есть Григорьевич Бромсов, он согласился. Я не знаю, кто еще, Кирилл, если согласился. Да, я скажу пару слов. Да, наверное, Кирилл согласится и, может быть, Евгений Александрович тогда. Спасибо. И чтобы, прежде чем мы перейдем к третьему раунду, здесь у нас еще написано, что у нас будет свободная дискуссия. Она предусматривает выступление любого из собравшихся. И каждому будет дано по три минуты. Можно начать, да? Да, пожалуйста. Пять минуты. Уважаемые товарищи, насколько я понимаю, здесь собрались сторонники и привервницы Максима. Ну, во всяком случае, это наш выступление. Насколько я понимаю, у марксизма есть такие основополагающие фундаментальные положения, благодаря которым его можно характеризовать как марксизм. Одно из них – это классовый характер любого государства. Советского государства, фургазного государства. Поэтому какие-то высказывания о неком народовластии, поднимающемся над классовым характером государства, это не марксизм. Это первое. Второе. Вот Александр Владимирович, отвечая на вопросы, сказал, что в СССР никогда не был построен коммунизм, и, скажем так, нелицеприятно высказался о фундаментальном еще втором половине марксизма-ленинизма – это в переходном периоде от капитализма к коммунизму, в первой фазе коммунизма и в высшей фазе коммунизма, в полном коммунизме. Говоря о том, что это где-то мимоходно, между строк, как-то так, где-то неизвестно, где-то с Маркс, Энгейс или Левицкаде. Ничего подобного. Это фундаментальное положение, которое как раз характеризует то, что у нас произошло в СССР. Поэтому вот эта мысль, которую высказывает Александр Владимирович, я характеризую как попытка ревизии из основолагающих положений марксизма под флагом его развития. Третье. Опять-таки, в ответе на вопрос Александр Владимирович сказал, что в СССР на определенном этапе убрали элементы. любой демократии, социалистически-буржуазной. Также напоминаю еще одно ключевое положение марксизма, о котором говорил Владимир Ильич Ленин, что бывает либо диктатура в буржуазии, либо диктатура в вольтриатах. Этого не дано. Не буду цитировать полностью эту фразу, что меня обвинят на вечный жилку. Но вы знаете, что там заканчивается резко. То есть, если не надо выпускать к нас, я. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Юрков второй, да? Да, Кирилл Валерьевич. Спасибо, Валерьевич. Дорогие товарищи, вот когда мы говорим о развитии вообще и о развитии марксизма в частности, мы должны в первую очередь вспомнить, а что такое развитие. И как раз это будет связано с попытками использовать какую-то математическую, математические словечки вроде линейности, нелинейности и так далее. Развитие, дорогие товарищи, это движение простого к сложному, высшего к низшему. И если мы вспомним диалектику, нишу, высшему, простите, если мы вспомним диалектику, то любое развитие содержит в себе два противоположных момента. Регресс и прогресс. Регресс – это такое движение, которое противоположно направлению развития, общему направлению, а прогресс – это такое движение, которое совпадает с движением в развитии. Таким образом, диалектика нам дает вполне себе хорошую категорию для описания того, что происходит в развитии общества любого. Теперь Александр Владимирович, говорится, утверждает следующее, что как будто бы вот эта нелинейность, вот эта диффузность и еще какие-то слова были использованы, она появилась только недавно. Но, простите, развитие, разве останавливалось хоть на секунду? Разве не было развития, когда происходили буржуазные революции? Сколько было буржуазных революций? Там не было той самой вашей нелинейности или линейности, которую вы пытаетесь найти? Движение всегда противоречило. И раздвижение, и любое развитие противоречило как таковое. Далее, когда мы говорим о том, на что опираться в марксизме и на какие теоретические положения в марксизме нужно опираться? Можно вспомнить то, что, собственно, надо ответить на вопрос, а в какой эпохе мы сейчас живем, чтобы понять, как развивать марксизм, какие положения устарели, какие положения должны быть изменены. Так вот, если мы говорим о марксе, маркс исследовал эпоху свободного рынка, то есть капитализма, свободной конкуренции. И вот этот капитализм, свободной конкуренции, в капитале, в трех томах, он исследует. Дальше приходит Владимир Ильич Ленин. И Владимир Ильич Ленин указывает, и вы правильно абсолютно заметили, что он в этом смысле критикует маркса в том, что эпоха поменялась, остался капитализм, но этот капитализм уже монополистический. Господствуют монополии, которые в основном представлены государствами сегодня, и не только этот империализм, который является монополистичным капитализмом флор, загнивает. И он является кануном социалистических революций. И мы в эпоху социалистических революций вступили в 1917 году. Вот я прошу ответить на вопрос, эта эпоха изменилась, мы находимся в какой-то другой эпохе, сейчас не эпоха социалистических революций, капитализм какой-то другой, он не империалистический. А вы считаете, что за сто лет ничего не изменилось? Со вчерашнего дня очень многое изменилось, Александр Владимирович. Я вас цитирую. Очень многое изменилось. И с минуту назад очень многое изменилось. Поэтому на этот вопрос надо отвечать следующим образом. Мы живем в эпохе социалистической революции, социалистических революций, теорию которой вполне описал Владимир Владимирович. Спасибо большое. о том, что это нельзя поставить вину ему лично. Ленин в одной из своих последних работ о значении воинствующего материализма писал, что все мы должны стать кружком по изучению гегелевской диалекции, иначе наш материализм будет не сражающимся, а сражаемым. Этим заветом Ленина пренебрегли очень многие марксисты, ну и поэтому вот некоторые такие вещи, даже вот тут слушать, вот это противоставление демократии и диктатуры Ленина, например, называют вульгаром. И действительно, даже если взять просто определение, что такое диктатура, это неограниченная законами власть, что такое демократия, с фирософской точки зрения, это подчинение меньшинства интересам большинства. Даже с формально-рагической два этих определения не противоречат. С точки зрения государства, демократического, как отличается демократическое государство, наличием представительных органов власти и конституции. Значит, ну, там представительные органы власти, вот это характеризует государство как демократическое. В фашистских государствах таковых не было, у Гитлера Рейхстарт практически не было, у Муссолини был большой фашистский совет, куда членов назначался Муссолини и так далее. Это такая вот, в общем-то, вещь. А где у нас было представительство, появилось? В древних Афинах. Была там демократия. Конечно, это была демократия. Очень демократическое государство, которое до сих пор активно изучается в американских университетах. То, что демократия там была, у меня есть такое выражение, вульгарное, чистое. Там одни представители этой демократии, рабовладельцы, не эксплуатировали других представителей. Там были по банку богаче, были по беднее, они разным весом, конечно, пользовались. Но не все жили за счет рабов, потому что там была чистая такая очень демократия, честная, без обмана. Но вот были рабы еще. И при феодализме, в общем-то, все же была диктатура краса, а не диктатура царя. Если царь противопоставлял себя красу большинству, ну, тут находились табакерки всякие и так далее, вопрос решался. Он мог себя сколько угодно называть хозяином земли русской, но хозяином земли русской, конечно, был крас, а не царь лично. И вот диктатура пролетариата. Но диктатура пролетариата наиболее сложная для этих понятий, потому что крас, рабочий крас, он на той рабочей крас, он 8 часов в день стоит у станка. Причем 8 часов, это норма очень старая. Марс в свое время ерничал, что 8 часов длительное время без отдыха может работать, ну, по 8 часов в день длительное время может работать лошадь. И вот с тех пор как-то это устаканилось, и вот, в общем-то, 100 лет у нас на Руси уже 8-часовой рабочий день. Но кто-то должен осуществлять властные порномочия, и поэтому появляются какие-то специальные люди, которые вместе с тем, что они специально там где-то трудятся на брако, якобы, пролетариата, не якобы, даже не обязательно, якобы, у них неминуемо могут появляться и появляются какие-то интересы, отдельные от интересов пролетариата, и которые они пользуются своим поражением, парни могут решать. В этом ничего такого особенного нету, и, в общем-то, это, само собой, люди, которые наиболее твердые, там, закаленные подпольной борьбой, Ленин, Сталин, Дзержинский, Киров и так далее, их там можно по пальцам пересчитать, но остальные, они объективно поставлены в условия, когда они могут. Это вот очень серьезное противоречие диктатурно-ролетариата. И боролись с этим, как умери, был Абквин, достаточно мощная организация, был Парк Максимум, чтобы партию особо не стремились, те, кто стремится зарабатывать, были, было шефство рабочих над предприятиями, была, в конце концов, сама советская власть. Почему-то вот то, что советская власть и система советов от Сикара были так называемые лишенцы, это вот вызывает какие-то такие диктаторские ассоциации. А то, что при капитализме фактически голосуют деньги, это почему-то ни у кого такого не вызывает. И мы все знаем, сколько стоит избраться в Думу, сколько стоит избраться в ЗАГС и так далее. А сколько это стоит? Вы без денег туда не попадете никак. Вот какой бы вы ни были умный и красивый. Я вас увлекаю. А сколько Тюлькет заплатил? КПРФ заплатил. Он был по... А, он не прошел. А, он не прошел. А, он не подразумевает изъятие буржуазии, из процессов управления. И в этом ничего страшного нет. Так же, как мы называем свободу слова, педофилам, извращенцам, убийцам и так далее. Точно так же паралитический класс не нужен в первой плане коммунизма. Спасибо большое, Иван Михайлович. Ну, коллеги, кто хочет, скажите. Я хочу сказать следующее. Тут больше всего разговора шло по диктатуре. Я тут соглашусь, что нет смысла править Марксом. Содержание любого государства, классового государства, есть диктатура, которая отстаивает интересы правящего класса. Об этом сказано. Когда пролетариат берет власть, его диктатура призвана отстаивать интересы пролетариата. В чем его классовый интерес? В том, чтобы содрать с себя классовость. Чтобы перестать быть классом. Чтобы все привычки, созданные капитализмом и докапиталистическими способами производства, себя убрать. Несчасть, во все то, о чем, что не говорилось. Чтобы исключить. Только при этом можно дальше заниматься обучением, самоорганизацией, самоуправлением. Тому, чтобы стать ассоциацией, в котором свобода каждого, есть условия, свободы всех. И вот это есть главное в диктатуру проекта. Именно вот это. Убрать классовость. И, к сожалению, это было понятно, когда началась реставрация капитализма. Подготовка этой реставрации. Она началась действительно через года, 3-4 после смерти Ленина. Потому что ни одного слова о самоуправлении там не было. А ведь социализм это такая фаза переходная. И Владимир Ильич назвал это слово для того, чтобы заменить 3 слова. Переходная фаза, низшая фаза, переходная фаза капитализма, коммунизма. Полного коммунизма. В этой переходной фазе. Мы должны непрерывно менять состояние общества. Если эта непрерывность меняется, останавливается, то все, конец этой переходной фазы. В этом смысле может быть даже такая аллегория. Все классовые общества могут быть в качестве картинки. Четырехколесное средство продвижения. Скажем, и четырехколесное, и четырехмоглазерная галера у рыбогалтерического класса. Телепо, феодальный класс. Хороший автомобиль. Мощный автомобиль. Капиталистический класс. Нотцер. Переходная фаза. Йори-Гори. Это только самолет. Трамвай. Это велосипед, который не может остановиться. Если он остановился, все, он падает. У нас остановка произошла сразу же, практически, после ухода из жизни Ленина и тех, кто его окружал. И вот здесь одна из ошибок партии, как политического авангарда класса, была допущена на 13-м съезде. Когда рекомендация Ленина, в письме, которое сегодня очень однобоко процитировал мой коллега по сегодняшнему круглому столу, была сказана и главная в письме, рекомендация переместить товарища Сталина с поста генерального секретаря. А потом уже он дал характеристики другим товарищам. Вот это-то не было сказано здесь. Это главное. Вся его последняя, последние месяцы его сознательной жизни были посвящены в борьбе со Сталином. Вот все, кстати, с принципом автономизации. Это был принцип, который должен погубить Совет Союз равноправных и суд. Вот это главное. Что и пролетариат. Пролетариат тоже усложняется. Сегодня я говорил об этом, Александр Владимирович, достаточно хорошо. Он усложняется. Большевики опирались на индустриальный рабочий класс. Это был главный передовой отряд пролетариата к 1917 году. И он оставался таковым примерно до середины века. Постепенно рождался новый пролетариат, новый отряд, который связан с более высокими по уровню средствами производства, производительными силами. Это пролетариат высоких технологий. Информационных, радиационных, роботизированных. Вот этот пролетариат отличается по своему характеру от индустриального тем, что он разбросан. Он не находится в Сече. С ним труднее проводить агентационно-пропагандистскую работу. Но зато он был более подготовлен к освоению сертиристических моментов, которые необходимы для того, чтобы он стал борющимся по-настоящему классу. Все, спасибо. Я думаю, что у Василий Георгиевича, хотя бы в частном коллекте, не имеется. Потом вопрос, не ответ на вопрос. Новый пролетариат перестает быть пролетариатом? Нет. Если нет, то тогда вернемся мы снова к нашим баранам. Итак, Кирилл Владимирович, извините. Да, коллеги, просто на два обстоятельства хотелось бы обратить внимание. Во-первых, об удачности самого термина диктатура. Это важно, потому что мы не только научно осмыслили им окружающую действительность, но и ведем пропагандистскую агентационную работу. Собственно говоря, вот смотрите. Во-первых, диктатура. Понятно, с чем это слово сегодня ассоциируется. Об этом уже наши докладчики неоднократно говорили. Понятно, что термин этот имеет право на существование как научное определение, наиболее адекватно описывающее сущность последней формы государства. Но и слово диктатура. А что касается пролетариата. Михаил Васильевич, ну как вот вы, как такой достаточно крупный известный поклонник Сталина, могли им упустить важные обстоятельства, которые он анализировал в своем выступлении перед принятием Конституции 36-го года, которое, как известно, вам не нравится. Но и достаточно доходчиво же он там объясняет, что говорить о пролетариате на этапе строительства социализма, мягко говоря, некорректно. Если это класс, который является классом неимущим, классом эксплуатируемым, основным классом капиталистического общества, то не попадаем ли мы, вообще говоря, в просаг, когда мы говорим о диктатуре пролетариата в период социалистического строительства, дополнительное утверждение коммунистических общественных отношений. Является ли тот класс, собственно говоря, которому принадлежит господство в этом обществе пролетариата? Ну, собственность принадлежит. Да, совершенно верно, это формальная собственность. Ну, это обстоятельства, скорее, пропагандистского свойства. Значит, теперь по поводу вашей идеи, которую вы неоднократно подчеркиваете в ваших выступлениях, значит, в печатных видео по поводу, значит, производственного принципа построения советской власти как формы реализации диктатурных пролетариатов. Ну, то же самое. Но неужели общество в 2018 году, когда принималась Конституция, когда, по выражениям, значит, руководителя государства, рабочий класс представлял собой пробку в киселе, в буржуазном киселе в крестьянской стране? Это то же самое общество, к которому мы пришли к 1936 году, когда, собственно говоря, значит, отменялись вот эти все неадекватные эпохи ограничения по классовому признаку, когда, значит, избирательные права были предоставлены всем. Я не хочу здесь выступать в роли защитника, скажем так, Конституции 1936 года. Дело не в этом. Но Сталин-то был абсолютно логичен, когда и говорил, и притворял это, так сказать, жизнь на практике, когда было понимание того, что в обществе, где уже не осталось антагонистических классов, в обществе, в котором, собственно говоря, основное население городов – это рабочие и служащие, лояльные советские власти, а население и деревни – это колхозное кооперированное крестьянство, также лояльные советские власти – сохранять все те ограничения, о которых Ленин говорил, что они временные в 18-м году, ну, вы меня простите, так сказать, ну, это вообще, говоря, просто, ну, впадать в худший сорт датоматизма. Вот. И в этом смысле, как бы, вы извините, и в некоторых вопросах вы просто говорите неправду, когда вы утверждаете о том, что в Советском Союзе после принятия Конституции 1936 года не реализовывался, значит, отзыв депутатов. С 59-го и 89-го года, это официальная статистика, было отозвано больше 8 тысяч депутатов различных уровней, включая 12 депутатов Верховного Совета. То есть мы можем критиковать, конечно, систему как формальную, формалистичную, но и выдвижение депутатов во все институты советской власти происходило через производственные трудовые коллективы. И отзыв отсутствовался таким же путем. Так, собственно говоря, почему вы абсортизируете формы, которые были адекватны в 2018 году, но просто перестали быть адекватны уже к тому же самому моменту ликвидации буржуазии как раз. Все, о чем я хочу сказать. Спасибо. Евгений Александрович. Ну, я думаю, вот, вы шли в круг собраться, в том числе молодежи, показывает важность, актуальность этой темы. И я хочу сказать, что оказалось, уже за 30 лет все уже переспорили мы по поводу урока. Советского социализма, но сегодняшняя, достаточно классифицированная, я считаю, дискуссия показывает, что очень много еще надо разбираться и изучать. Но здесь я хочу вначале сделать два общих замечания. Конечно, у нас как бы в эпицентре дискуссии должен был быть вопрос о диктатуре, про трятия, своеобразной форме демократии. А он не стал этим вопросом. Мы ушли во очень многие общие истины марксизма, я же не буду линейный, нелинейный приводить. Но давайте вот все-таки, я понимаю, эту взаимосвязь. Я хочу Михаила Васильевича спросить. Вы же сторонник самоуправления, как я понимаю, роли производственных оперативов. Разве вы не понимаете, что демократия пролетарская не может быть в условиях о государственной экономии? И раз так, то значит нужно поставить вопрос. И не к Марксу, а обращаться только. Потому что Маркс не должен, да, хотя бы скорее революции Ленин, которого очень беспокоила проблема бюрократизма, он искал всякие партийные, в том числе бюрократизмы, способы справиться с этой главной опасностью, главным врагом. Он тоже не смог до конца это все осмыслить. Поэтому наша задача, тем более уже столько лет мы уже над этим бьемся, выяснить уроки советского социализма. И вот здесь я хочу на нескольких моментах еще остановиться. Вы несколько раз повторяли, что диктатура, это власть не ограничена никаким законам. Но это вообще-то, я не знаю, как это с точки зрения методологии назвать, но это явно не научный подход. Потому что если появились советские законы, если появилась советская конституция в 18-м году, что демократия, что у нас диктатура прортрета исчезла, она же продолжалась. И более того, тут правильно говорили, советская законность, это то, что действительно расстреливаются нарушения этой советской законности. Поэтому смысл не в этом диктатура. И вот здесь как раз суть вопроса, это то, что многие, в том числе, к сожалению, Михаил Васильевич, они путают понятия сущность государства и формы правления. Ну формы правления я на юридическом языке говорю. Вы сами говорили, что буржуазное господство, буржуазное государство может в разных формах, и фашистское, и так далее, и так далее. А пролетарское государство, для него что, форма не безразлична? Вы же сами сторонник Совета. Вы что, не видели, не изучали на историческом материале, что советская демократия, в том числе и система выборов, и все остальное, постепенно сходила на нет. Если мы это не замечаем, игнорируем, то нам вообще не ответить на вопрос, откуда сначала бюрократическое, потом буржуазное при рождении. Мы должны эти вопросы поставить. И вот здесь надо исходить, видимо, из того, да, мы не должны быть адептами буржуазной демократии. Кстати, Алишенцев, я по опыту 20-х годов, там была специальная комиссия, можно было подать заявление, ты был Непманом, перестал торговать, регистрировали качество избирателя, не в этом был, опять-таки, смысл. А смысл был в том, о чем Ленин говорил. Мы не можем, конечно, надеяться, что каждая кухарка будет управлять государством, мы должны научить каждому кухарку, вовлекать в эти процессы. А что эти процессы у нас получили в дальнейшее развитие, при всем том, что тут и Александр Максимович говорил, о большом значении. Поэтому вот надо больше всего проанализировать эволюцию советской формы власти в 20-е и в 30-е годы. Потому что фактически, я уже свою точку зрения выражу, диктатура прориата, которая победила в 17-м году, потом превратилась в диктатуру партии. Мы о партии вообще ничего не говорили с детства. А это важнейший вопрос. На 12-м, 12-м съезде это, в общем-то, совершенно спокойно декларирует, что у нас диктатура партии. А потом диктатура вождя, которая опирается на репрессивный аппарат, о чем тут говорили, уничтожает всех своих оппонентов. И в том числе преданных коммунистов. Тогда это демократия пролетарская или не пролетарская демократия? По-моему, это как раз путь к тому, к чему мы пришли. И последнее. Мы как материалисты, экономисты должны же понимать, что Конституция 1936 года, о которой я много лет слушал, вот изменение этого принципа избирательного, переход от производства к территориальному принципу, ну, надо быть идеалистом, чтобы понимать, из-за такой статьи Конституции все пошло не так. Были другие, более глубокие вопросы, чем формальный вопрос Конституции, все и важности. А вы, как бы, легким, и тут, кстати, Кирилл прав, даже в противоречии с идеями Сталина, которые вы признаете, легким таким маневром уходите от более серьезных вопросов, которые касаются вырождения пролетарской демократии, рожденной 17-го. Коллеги, у нас есть 21 минута для того, чтобы могли выступить 7 человек. Ну, может быть, 7, это слишком много, мы, может быть, не обойдемся с 6 человеком и предоставим. Либо нам нужно будет сократить время до 2,5 минут, либо, оставшись на 3, 2,6. Я думаю, давайте мы остановимся на времени около 3 минут, если кто-то сможет положиться. Итак, действительно, давайте... Нет, Анатолий Алексеевич, вы не первые будете. Так, а действительно молодые? Давайте молодые. Так кто молодые? Пожалуйста. Так, а, только представьтесь, пожалуйста. Кунчук Владимир Александрович, программист, 37 лет, еще молодой, наверное. Пока, да. Кунчук. Кунчук, товарищи, по вопросу, был поднят в начале выступления Александра Владимировича насчет развития марксизма. Прошло 150 лет, развитие не останавливается, и мы должны изучать такие наработки новые, применять их к новым условиям. Ну, уважаемые товарищи, вот выступление говорит о том, что современный ученый производит больше стоимости, чем индустриальные рабочие предприятия, это не развивать марксизм, это просто выкинуть вообще все, что написано в капитале. Взять и выкинуть. С первого тезиса. Заявляет так, это мы просто остановимся на позицию идеализма, а отметаем объективные экономические затлоны и экономические интересы общества. И стоя на такой позиции, тогда уже неудивительные рассуждения о том, что теперь у нас и креативный класс берет на себя роль передового класса. А футболисты еще больше. И также такие вот выводы, прозвучавшие в Дагмаде, что и капитализм-то у нас, оказывается, бывает социальный в Европе, да, как будто мы не знаем, что капитализм у нас уже давно глобальный, и если где-то в капиталистической жизни в стране живут хорошо, то это значит, в других странах живут плохо. Не потому, что они еще не доразвились, не потому, что как вот принято классифицировать страны на развивающиеся и развитые, а потому, что если не скрывать за такой классификацией реальные противоречия, получается, что развиты они за счет тех, которые вот названы развивающимися, а на самом деле деградирующие и эксплуатируемые. И в том числе и Россия, и в том числе тот же скандинавский социализм строится на том, что скандинавские капиталы также участвуют в эксплуатации российских рабочих, получают сверхприбыль. Это видно по структуре капиталов наших крупнейших монополий, которые тоже, если надо рассматривать, то не изолированы, а также в контексте мирового рынка, где мы увидим, что и крупнейшие банки у нас по 30-40% принадлежат иностранному капиталу и крупнейшей монополии. И занимаются они просто сверхэксплуатацией рабочего класса. А если мы будем рассуждать о креативных классах, а фактически экономически это не главные классы, они не занимаются материальным производством, если мы не будем рассматривать это материальное производство, тогда мы уйдем в эти иллюзии и просто в какое-то желание улучшить так, что мы не только не улучшим, а просто отринем весь марксизм и вообще встанем на сторону пособников капитализма. Спасибо. Еще молодым слово. Ну давайте хотя бы вы. Принеснайтесь, пожалуйста. Больного Григория, доктор. Меня как доктора волнует из гомоцинга. Сонный вопрос. Вы говорите, что Ежов расстреливал пачками, но вообще подразумевается вот эта вся тема расстреливали пачками. Вот сейчас модный вопрос такой. Пачки это поскольку, Александр Владимирович, скажите? По 8 тысяч в день. То есть миллионы. Вот я готов взять лопатку и пойти копать. 800 тысяч. Нет, просто где эти 800 тысяч закопанные, я готов пойти и копать. 699 тысяч. 699 тысяч. Вот, и все. Понимаете, то есть у нас, я считаю, что вот этот период для того, чтобы кидаться такими словами, что там просто миллионы расстреляны и тому подобное, для этого надо поднять материалы. А эти материалы до сих пор многие засекречены. И пока мы не возьмем вот эти все засекреченные материалы, мы не можем судить о том, какова роль Сталина, какова роль Ежова, какова роль Хрущева именно в те годы. Вот, и этот, и этот... У кого родственники репрессируются? Потому что видите руки? Понимаете? У кого родственники репрессируются? Да вы видите, вы ведете? Ничего не ведете. Разговор не об этом. Разговор не об этом. Это не вам. Продолжайте, продолжайте. Разговор о том, я буквально одна секунда, я разговор о том, что сейчас на данный момент архивные материалы не закрыты, не открыты окончательно, невозможно оценить именно историческое значение именно руководителя на тот момент, конкретно роль Сталина и тому подобное, пока эти архивы не открыты, даже эти все дела. Я просто, я просто, по 37-й год был момент о пачках, понимаете? Пачки обычно в головах подразумеваются миллионы. Я против этого. Спасибо. Давид Беркович, выходи? Ну давайте, пожалуйста. Три. Нет, вот начну. Ну, конечно, вы следите, а я попробую. Понимаете, тяжело говорить, конечно, так сказать, я увидел две точки зрения. Давид Беркович, погромче, пожалуйста. Я увидел две точки зрения в массе выступлений, не только вот двух основных дискутантов. Значит, одна точка зрения, извините меня за сравнение, это примерно с уровнем образования четырех классов средней школы, а вторая все-таки, она, ну, скажем так, уравнял университетского студента. И вот когда говорят, что демократия – это всего лишь подчинение меньшинству обычным слугам. Но если с таким пониманием мы выходим на уровень проблем, с которыми столкнулась диктатура пролетариата или первое социалистическое государство, первое строительство государства, вы выходите, то вы просто так ничего не поймете. Значит, чтобы понять, надо бы понять следующее, что, во-первых, диктатура осуществляется в классах, но во главе класса стоит партия, во главе партии стоят, ну, скажем, узкий слой, как говорил Ленин, большевиков, а во главе этого узкого слой стоят несколько воздей. А кто осуществляет диктатуру пролетариата? Пролетариат? Пролетариат стоит у станка или воорует в гражданской войне. А осуществляет, оказывается, диктатура пролетариата очень руководит всем этим процессом, очень высокий круг людей, которые к пролетариату имеют самое малое отношение. Они как бы выражают его интересы. Они его неплохо выражают, скажем так, до времени. Но гарантировать, что вот эта кучка, как сказал Роза Лексенбом в 18-м году, кто руководит? Какая там диктатура пролетариата? Руководит? Узкая группа вождей. Это липо, это неправда. Да нет условий гражданской войны. Это было правда. Не было диктатур, это строго говоря. И вообще, если понятие диктатуры это только власть, интерес от большинства, а может быть, диктатура пролетает и возможность большинства трудящихся населения влиять, ну о чем вы узнали, много говорил, на интересы, на политику верхов, контролировать их, сменять их, неформально, как менять, там раз в пять лет по конституции 36-го года, и даже чаще по конституции 18-го года, а именно контролировать, сменять при необходимости, заставлять выполнять интересы, где у нас было, какой был такой период. Гражданская война не позволила этого сделать, именно она. Какую можно было допустить, так сказать, степень демократии, настоящей демократии, интересного пролетариата, после того, как была такая жесточайшая гражданская война. Да мгновенно, так сказать, советская власть полетела бы. И если вы почитаете стенограммы съездов, а не, так сказать, учебники, которые писали в тот или иной период, вы увидите, что, отчасти, бутбарин процитировал, из 500 человек там на единственном съезде себя из рабочих называют 240 человек, а фактически от станка ни одного. А уже в 1939 году, значит, в 18 съезде, даже не говорят о социальном происхождении, целиком новое поколение номенклатуры, 75 человек, это 75 процентов, это действительно номенклатуры работают и областных, и высшестоящих органов. Какой там дикторон, о чем вы говорите? Вы видите, они выражали их интересы. Они выражали лишь при настоящее. Да, это не слово будет. Вы эту проблему даже не поняли, товарищи, с вашим четвертым классом. Ну, так сказать, вы почитайте немножко про то, что было на самом деле, почитайте работы не только классиков. Классики, это было первое отрицание капитализма. Прошло 100 лет, 150 лет. Нужно уже отрицание, отрицание, нужно изучить опыт НЭПа, где была введена частная собственность. В первую очередь сказал, в заведение частной собственности надо расстреливать. Так Ленина надо расстреливать, ну и вой, так сказать, помогли. Жаль. Вот что ж поделаешь. Это и есть диктатура. Представьте, я там вот, Александр Поград. У меня большая просьба к присутствующим, которые как бы отвечают за марксизм, за социализм. Вернитесь к задачам дня. Страна стоит перед возможностью начала войны. Войны с Россией. За что? За то, что родина коммунизма. Войны с Россией, потому что, когда в 91-м году делили Советский Союз по коммунистическим границам, а не по этническим границам, 15-25 миллионов русских оставили в этих этнократиях. Кто-нибудь, из вас, старший марксист, сказал честно, что наследием коммунизма является распад в виде 15-ти этнократий, а не демократий. И в них пойдется вот так вот русскому народу мельчишиться, а вокруг будут международные санкции. И кто гарант этого равноправия русского народа в этих этнократиях, если коммунисты будут обсуждать классный вопрос. Потому что я говорю, что русский народ страдает не за то, что он русский, а за то, что это родина коммунизма. И поэтому я почему-то за то, что это родина коммунизма. И нас собирают деградировать, размельчить и уничтожить в отместку за то, что это коммунизм. И я поэтому прошу вас сосредоточиться на задачах страны, на задачах народа. Потому что может быть величайшее наследие человечества, которое есть, это та гуманистическая советская культура, которая была создана за советский период. Никогда нет такого выписанного идеала человека и человеческих отношений, как произведение к советскому времени. И это наследие человечества тоже уничтожит, чтобы не с чем было сравнивать. Вот. А вы вот, товарищ коммунист, сразу гасите, гасите, это ваша дурацкая привычка. Вот я говорю, оставьте эти привычки, вы выходите на самые острые вопросы времени и решайте их открыто и честно, без этих дурацких классовых подходов. Потому что понятно, что никакой проницарий никаким коммунистическим государством управлять не будут. Поизвините. Всего спасибо большое. Большое спасибо. Вот я хочу еще одному. Нет, нет, нет. Пожалуйста, вы представьтесь. Дом Школа, член РПР главного времени. Я человек, в принципе, только недавно стал увлекать эти вопросы. Ну, относительно недавно. В принципе, у меня все новое, но хочу прежде всего выставить на защиту Леонид Васильевича как человека, который, на самом деле, создал такую интересную платформу, вот Красный университет, в которую может прийти каждый. Вот я, например, ничего не знал, да, там. У меня были какие-то знания поверхностные. В принципе, я пришел, и я в Красном университете в Домах стал получаться. И вот, что самое интересное, вот там знания такие, они как бы последовательные, фундаментальные к испытанию своей. На самом деле, платформа, она такая, для каждого человека открытая, да, она сейчас в стране полный бардак происходит, потому что люди не понимают, ну, элементарных вещей, там, классового устройства, общества, ну, таких вот понятий. и я считаю, это вот очень важная работа, которую и РПР делает, и Красный университет, и университет, и университет рабочих корреспондентов. Ну, она очень полезная, и понятно, что правильных ответов, и к ним, ну, тяжело, очень сразу так быстро прийти, это нужно учиться, учиться и учиться, как, ну, Владимир Ильич Ленин говорил. Ну, поэтому я так призываю тоже всех изучать этот вопрос и инспектировать, и вискоре можно найти полторы минуты. Больше нет применений. Примите только, потому что я могу... Хорошо, полторы минуты, больше нет. Ну, товарищи, у нас нет простых решений. Дело в том, что, хотя наша эпоха, в целом эпоха, это длится более 100 лет, наверное, это переход от капитализма к социализму, но она очень чудительная. Мы сейчас конкретно находимся в течение 30-40 лет эпохи перехода обратно от социализма к капитализму. И это почему получилось, вот это вот мы тут все время выясняем, уже много лет, по крайней мере. Как случилось, по-моему, он начинал на землю. До сих пор еще этого не объяснил, мне кажется. Это самое интересное, потому что, если кто помнит, 91-й год, это было время, когда советский промышленный рабочий класс и при молчании, это самое, конечно, крестьянство и при большом участии интеллигенции выдвигал лозунги свободы и товаров. А не в гости. Чили у кого встали? Вот про это, да. Именно так было дело, это я помню хорошо, все, кто старше, это хорошо помнят. Сейчас это постепенно меняется. Так что, вот, это вот политическая конструкция, надо понять, почему мы к этому пришли, собственно говоря. Но об этом сегодня уже довольно много говорилось, в разной, конечно, степени, значит, оправданная, но действительно, вот переход такой очень длинный, понятие диктатура пролетариата само по себе диалектически противоречиво. Вот это очень важно, по-моему, сегодня мы на это не обратили внимания, потому что пролетариат это язык, когда язык становится верхами, осуществляя диктатуру, это новость. Вот этого не было никогда, по сути дела. И вот это все, что мы имели в последние 100 лет, это развитие вот этого самого процесса, превращение пролетариата в правящий класс с одновременной самоликвидацией. Вот этого мы тоже не понимаем, потому что коммунизм в обществе бескладовое. Если он постепенно возникает, то мы должны видеть вот это постепенное размывание исчезновения в ближнем классе. Что, против? Единственное, что я позволю себе дополнить, это при том, что мы всегда должны помнить абсолютно, что историческая психика человека развивается гораздо медленнее на соответствии его сознании, чем производственные силы. И поэтому те новые условия, в которые советская власть поставила людей, не сумела за эти несчастные 70 лет, а что там говорить за 15 лет, вы посмотрите, сколько мы достигли до начала войны, я имею в виду в идеологическом, в духовном плане, что нам позволило выиграть войну. Но для того, чтобы осознать себя людьми, человеками, способными жить по-коммунистически, для этого 70 лет, простите меня, совершенно недостаточно. и последний разбег... да, и последний раунд. Михаил Васильевич, вы начинаете, у вас 10 минут, потом у Александра Владимировича. постепенно вопрос, который у нас обсуждался, сместился в одну сторону, вопросу о бюрократизме, который некоторые товарищи немножко по-другому формулируют, в том числе и Александр Владимирович, вопросу о бюрократии. Вот так формулировал вопрос Троцкий, что есть некий класс бюрократии, и вот эта бюрократия повыбила социализм. Никогда у Ленина вы такое не найдете, вы не найдете вопрос о борьбе с бюрократизмом. И этот вопрос о борьбе с бюрократизмом составил содержание в значительной мере книги «Государство и революция». Вот, говоря о том, что мы должны думать о развитии, так вот все те противоречия, о которых я говорил до этого, поскольку они осуществляются с помощью, разрешаются по линии движения вперед, по линии развития, коммунизма, а не по линии его деградации. Они осуществляются с помощью системы государственного планово-централизованного управления, а она внутренне противоречива. И сколько бы мы ни говорили о том, что это плохо бюрократизм, что это галеризм плохо, ведомственность плохо, местничество, в ней есть объективные противоречия между, вот то, что я отмечал, и что какие-то пролетарии, а кто пришел на съезд, и так далее, кого избрали. Это противоречие между социалистическим характером системы государственного планово-управления и элементами карьеризма и бюрократизма, ведомственности и местничества. А чтобы не уходить, так сказать, в перечисление, это все означает мелкобуржуазные уклонения от выдержанной паралитарской линии. Не то важно, что я делаю, а то важно, что я за это буду иметь. Это мелкобуржуазность. Мелкобуржуазность в сфере управления. Какие рецепты Ленин предлагал и насколько их стали реализовывать? Первый рецепт. Это партмаксимум. Партмаксимум означает, что все чиновники должны получать не зарплату, а жалование, сколько народ пожалует, на уровне среднего рабочего. Раз. Чтобы не рвались в коммунистическую партию, потому что если партия будет заражена, то и диктатура Патриата начнет хромать и пропадать. Раз. Второе. Второе условие, которое Ленин выставлял, это никаких денег на представительство, на представительские расходы, что сейчас кроко распространено. Дескать, нам вот нужно тратить то на всё, на подарки, на то, пятые, десятые. Никаких денег на представительство. И самое главное, о чём речь записана была и в программе, что нужно перейти к шестичасовому рабочему дню с обязательством два часа для каждого, для каждого, уделить, для каждого трудящегося обучению на практике военному, профессиональному искусству и технике государственного управления. Более того, был записан генеральный, так сказать, лозунг Ленина в государстве революции, который вот как-то сегодня ещё не прозвучал у тех борцов, которые против бюрократизма. Каждый на время должен становиться бюрократом, чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом. Поэтому дорога тут лежит и, скажем, ошибка тоже состоит в том, чтобы не сокращался в достаточной мере рабочий день. Вот, дескать, больше стали, больше угля, больше хлеба, больше свободного времени не надо? Время является свободным, если оно используется для свободного всестороннего развития. Для преодоления вот этого разделения труда, который остаётся в условиях социализма, и это и есть задача классовой борьбы, рабочего класса, в условиях преодолеть разделение труда. Только не так, что сначала мы преодолеем его, там, всякие недостатки, минусы, а потом пойдём вперёд. Мы должны идти вперёд и в этой борьбе и преодолевать вот эти самые характеристики, которые отнюдь не всегда красят рабочих, как и других представителей самых разных слоёв и классов. Вот это вот магистральная линия. При этом, что тут главное? Главное как раз всеобщее участие управления. Вот это советы и могли обеспечить. Советы, избираемые по трудовому коллективу и позволяющие отзывать каждого. Когда? В любой день. Сегодня он пошёл не туда, никто его не наказывает, не устраивается разборок, не устраивается каких-то там наказаний. Его отзывают и ставят другого. Причём, ну, пришёл, было четыре человека в городском совете, там, с Кировского завода, ну, пришли другие четыре человека, или двое осталось, двое новых пришли. Вот и всё. И, соответственно, то же самое, он должен улететь со съезда Советов, если его убрали из Совета, если его отозвал коллектив. Никто в советское время, никакие коллективы не отзывали. Отзывать могут только те, кто избирали. Избирателем были население по округам, территориальным, а вовсе не по заводу, не по фабрикам. Значит, милостиво оставили заводчанам, трудящимся, рабочим, что вы можете выдвинуть кандидата. Одного на весёл. Ну, можете выдвинуть кандидата. А вот избирать будут другие, и по другому принципу. А, соответственно, и отзывать невозможно. И ленинская двухступенчатая система, которая обеспечивала вот то, что Ленин называл организационные форумы и диктатуру облитериата была заменена тем, что снизу доверху выбираем прямо, так сказать, миллион выбирает избирателей одного депутата. Кто может отозвать его? Орг. Отдел ЦК или Орг. Отдел Обкома? И вот с этим связана и бюрократизация, которая у нас развивалась. Поэтому задача остаётся съезд народных депутатов СССР. Никаким съездом народных депутатов не был, товарищ Богданов, а я вот вас хорошо знаю, мы с вами вместе стояли у Садовой, вы продавали антисоветскую правду, а теперь нам говорите, какая печаль, выпускали и продавали, а теперь какая печаль, что мы потеряли коммунизм. Это мы в том числе по вашей вине. А я вам объясняю, что я пропагандировал коммунизм, а вы антисоветчик. потому что первые секретари коммунистических партий, а вам слово, а вам слово не давали. 5 сентября упразднили представительство народных депутатов СССР и распустили съезд. Товарищ Богданов, а вам слово не давали. Олег, я прошу вас покинуть зал. Я сейчас уйду. Не сейчас, а прямо сейчас. Да что? Потому что вы мешаете работать. Я не там диктатура, это я. Еще раз, вы мешаете работать. Мне мешаете! Пожалуйста. Комитариат вас выгоняет отсюда. Комитариат выгоняет. Сергей Сергеевич, прошу прощения, давайте буду вести здесь себя. Значит, я хочу отметить некоторые, так сказать, такие ошибочки были насчет того, что якобы Сталин выступал за диктатуру партии, Зиновьев выступал за диктатуру партии. Перечитайте стенограммы. Нет, а я не сказал, что Сталин. Раз, второе. А вот на 12, а второе. Да, а кто? А кто? Зиновьев. Вот его выступил Сталин, его раскритиковал, этот тезис был зафиксирован как антипартийный, антисоветский тезис о диктатуре партии. Потому что смысл диктатуры облитариата не в том, чтобы пролетариат служил партии, а в том, чтобы партия служила пролетариату. Это раз. Вторая ошибка, которая здесь проглядывает. Берут отдельное слово диктатуру и отдельно пролетариат. Почитайте Великий Почин. Там Ленин говорит, что это вот теперь особое выражение. Научное, латинское, историко-философское выражение. Диктатура пролетариата. Нельзя их разделять на два куска. Конечно, вы правы в том, что если пролетариат, то, конечно, рабочий класс уже не пролетариат. Если он взял в власти, это ясное дело. А диктатура пролетариата не это означает. Она означает не то, что он пролетариат. А наоборот, она означает, что он в течение всего периода социализма должен руководить до полного уничтожения классов. Прямо говорится. Она означает вот, что городской, промышленный, фабрично-заводской пролетариат должен руководить всей массой трудящихся и эксплуатированных до полного уничтожения классов. Теперь дальше. И еще один момент у товарища Козлова тут прозвучал. Дескать, вот надо, чтобы коллективы, они собственность управляли своей собственностью. А Ленин говорил, что это величайшим искажением. Основной их начал советской власти и полным отказом от социализма является всякое, прямое или косвенное законение собственности работников отдельной фабрики, а их особое производство. И это антимарксизм. И это борьба с общественной собственностью, которая продолжается даже тогда, когда общественной собственности нет. Спасибо большое, Михаил Васильевич, вы уважили с Ромой Бессиным, Александр Валерий. Уважаемые коллеги, боюсь, что я буду говорить жестко. Только жестко. Тезис номер один. К сожалению, подавляющая часть критики в адрес моей позиции и позиции моих коллег сводилась к тому, что а вот Ленин здесь вот так сказал и то, что он там написал, это не то, что говорите вы, Александр Владимирович. Все. Значит, я с уважением отношусь к Марксу, Ленину. Поверьте, если мы устроим рубку на цитатах, я смогу вам противопоставить немало других цитат от Маркса и Ленина, но это не способ доказательств. Доказательство это когда вы апеллируете анализом исторических процессов, современными их воплощениями, результатами, когда мы просто повторяем набор старых цитат, а сегодня ничего другого не услышим. И положение из книжек, написанных в 1960-1970 и каком-то еще году про социалистическое планирование. Хорошая книжка из статей ваших. Становится скучно. Становится грустно. Потому что так просто бессмысленно дальше работать. Это раз. Два. Никаких шагов, никаких практических предложений по тому, как именно можно включить рабочий класс, превращающийся в общество, в класс, даже не в класс, в бесклассовое объединение трудящихся по мере строительства социализма и коммунизма. Как включить этих людей в процесс управления производством, государством, политикой, культурой на всех уровнях. Никаких шагов, кроме того, что надо написать в Конституции, что избираются по производственному принципу. Коллеги, да, императивный мандат, это очень хорошо, мы это 10 раз повторили, но можно говорить халва, 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 слаще не станет. На бумаге было написано очень много красивых вещей во всех Конституциях. Реальная жизнь в СССР была существенно другой. Даже в этом кругу это люди знают, не говоря уже о чем-то ином. Давайте анализировать эти противоречия реальные. Вот то, что сказал в конце Михаил Васильевич о борьбе с бюрократизмом, он забыл пустяк, выборность и сменяемость каждому. Да? Он забыл еще целый ряд пустяков, полное развитие всех форм формальной буржуазной демократии. У Ленина масса цитат есть о том, что пролетариату победившему нужно будет использовать их в гораздо большей степени чем всем остальным. Свободу слова, свободу митингов, свободу собраний. Это буржуазия не дает этих вещей, а мы должны это сделать. Полемика с Каутским. Читайте. Это первый тезис. Второй. Критиковать рабовладельческую, буржуазную и прочую демократию можно. И более того, в лекциях это абсолютно необходимо. Более того, Кать Бузгалин с вами здесь абсолютно солидарен и написал очень много про то, как сегодня это осуществляется при помощи манипулятивных технологий. Не надо ломиться в открытую дверь. Спор идет о другом. Спор идет о том, считаете ли вы необходимым активно бороться за развитие формы демократии внутри буржуазной системы. Или нет. Или вы про это будете молчать. А вы молчите про это. Это идет против Ленина, против Маркса и, главное, против задач борьбы за освобождение трудящих. Третий тезис. Я просто стараюсь выбрать самое главное, наверное. Для чего все это? Все это, на самом деле, для того, чтобы был коммунист. И здесь мы с вами абсолютно солидарны. Вот определение коммунизма тоже немножко уплыло. А когда мы ставим на первое место свободное всестороннее развитие человека, свободные ассоциации, действующие как добровольные и работающие, и к этому идем, добровольные и свободные работающие ассоциации, то этот коммунистический вызов требует адекватных политических форм, начиная с борьбы за социальное освобождение внутри капитализма и продолжая эту борьбу после победы революции, переходной, можно его назвать так же. И на первой фазе, давайте назовем ее первой фазой, за свободную работающую добровольную ассоциацию. Вот эти принципы надо максимально развивать и в интересах развития человека, а не чего-то другого. Вот давайте это для себя поставим в качестве восклицательного знака. И этому подчинять классовую борьбу. Четвертый тезис. Сегодняшнее состояние мира. Молодой человек тут революционным пафосом сказал эпоха борьбы империализма и социалистических революций. Вы согласны или нет? Согласен, молодой человек. Более того, мы живем еще в эпоху капитализма, а еще мы живем в царстве необходимости, а еще мы живем в каком-то юрском периоде и так далее. И это все правда. Вопрос в том, что в тех моментах, в тех времен, когда Ленин написал про империализм, прошло сто лет. Капитализм стал гораздо более жестоким, сложным, противоречивым. Возникли новые формы рынка, денег, капитала, эксплуатации, отношения между центром и периферией, новая социальная структура. И сегодня работы Ленина необходимы, но в качестве первого шага. Дальше их недостаточно. Недостаточно, потому что действительно изменилась социальная структура и социальная база Лев. Я сказал, что индустриальный пролетариат самый многочисленный, это правда, в мире. Но в 19 веке, когда Марк писал про индустриальный рабочий класс, он был очень маленькой прослойкой мирового слоя трудящих. Это был маленький кусочек в нескольких странах мира. Почему он сказал, что индустриальный пролетариат это будущее? Потому что это был самый передовой класс. Сегодня самый передовой класс это тот, кто создает культуру, Блага, помогающие решать задачи материального производства. Молодой человек меня обвинил в антиматериализме. Коллега, хорошая программа позволяет поднять производительность труда завода на 10-15%, замещая, если на заводе работает тысяча человек, 100 работников материального секта. Это делает один программист, если он делает хорошую управленческую программу. Один из десяток инженеров и специалистов, которые выводят новый сорт семян, позволяют сократить на 10% количество крестьян, которые пашут землю и выращивают урожай. Они экономят труд сотен тысяч, а то и миллионов человек. Это практика Китая, которая это прекрасно понимает. Креативный класс это не футболисты, это не бездельники, это не пиарщики. Креативный класс это учителя, которые создают главную производительную силу общества, человеческие качества, способность к творческому и просто обычному труду. Это создают учителя, врачи, работники музеев, библиотек. И это правда, и это Маркс. Если вы почитаете про всеобщий труд, который является основой коммунизма, вы поймете, что я в данном случае следую букве и духу этого замечательного и великого ученого. Ключевая проблема, политическая проблема в данном случае, давайте к этой теме сейчас перейдем, это шестой мой тезис, это проблема подчинения бюрократии и трудящихся. Слава богу, в конце мы до этой темы дошли, и главная задача на самом деле диктатура пролетариата это вот эта задача. И почему я сказал, что термин неудобный? Можно спекулировать на тему о том, что диктатура и демократия с формально-логической точки зрения совпадают. Мы живем в мире, где прекрасно знают, что такое диктатура, по примерам, десятков стран, где уничтожали действительно пачками людей. Эти фашистские диктатуры были и в Чили, и много где еще. Кстати, попутно. Есть данные официальные рассекреченные в ИЧК, ГПУ, НКВД, МГБ и так далее. По этим официальным данным репрессировано было много сотен тысяч человек. Посмотрите официальную статистику, да? Это самые скромные данные. Вместе с бандерами? Нет, это не вместе с бандерами. Это вместе со всеми. Коллеги, хорошо. Рабочие, вы крестьяне. В 1991 году армонографию. Где это все описано? Я приведу еще одно только маленькое упоминание. В период Дзержинского и Ленина, сразу после окончания гражданской войны, по тем же официальным данным, с теми же полуфашистами, националистами, интервентами, бандитами и так далее, погибло примерно в 100 раз меньше человек, чем в эпоху сталинских репрессий. Самый тяжелый момент советской власти. Было репрессировано в 100 раз меньше, по официальным данным, по ЧК, ОГПУ и так далее. Вместе со всеми. И тогда вместе со всеми здесь вместе. Поехали дальше. Вот как бороться с ними? Бюрократами, номенклатурой, теми, кто от имени народа и какое-то время действительно для народа узурпировал власть в нашей стране. Вот это ключевой вопрос. Этот вопрос надо задавать нам. Если мы его не зададим, то мы потонем. Мы опять будем искать доброго вождя. А вот здесь ключевое различие. Огромное, сложное, мучительное различие между двумя марксистами, которые вместе борются и которые на самом деле должны делать общее дело. Это различие состоит в том, что задача поднять людей к самоорганизации или поверить в доброго царя в конечном итоге. Нового Сталина или кого-то еще. Вот в чем проблема. И когда мы начинаем возвеличивать того или другого лидера, любого, мы в конечном итоге формируем сознание. А пусть будет вот нынешний президент, потому что ничего лучше быть не может, потому что он вождь, он спасает страну, она единая. А мы сами ничего не можем. Вот когда Михаил Васильевич говорит, что мы сами можем, добьемся мы освобождения своей собственной рукой, нужно производственное самоуправление, нужны сильные профсоюзы, нужно объединяться для того, чтобы идти сначала на протестные действия, добавлю я, потом на забастовки. Когда мы вместе создадим свой класс, когда этот класс будет контролировать партию и особенно номенклатуру, потому что вопрос не в том, кто сказал Зиновьев или Стали, а в том, что от имени класса и даже партии правил очень узкая группка. И эта группка, на самом деле, привела к поражению страны в этом трагедии. И опирался на намещанина, который хотел получить патерналистские блага. И это трагедия нашей страны. Главный вопрос, который я хотел бы задать. Это вопрос о том, что в будущем, два главных вопроса, и о том, что сегодня. В будущем главная задача рабочего класса это избавиться от своего состояния класса. Вот об этом был совершенно справедливый сказ. Он должен избавить себя. Вот у Маркса есть понимание, что класс наемных рабочих имеет две черты. Одна это солидарность об обществлении борьбы за коммунизм. Другая то, что Горький назвал копейкой болотной. Подороже продать рабочую силу. Это сидит в рабочем классе, как собственники товара, продающего товар на рынке. Товар рабочая сила. Вот эту черту надо убрать и превратить его в класс собственников, организаторов, творцов, действующих на принципах самоорганизации. В этом задача государства. Кстати, государства отмирающего. Про эту азбуку Ленина здесь никто почему-то ничего не процитировал. Как вы считаете, должно отмирать государство? Через развитие органов самоуправления, которые не имеют политических форм. Через гражданское общество, выражаясь современным документом, по-другому оно отмирать не может. Последнее про задачи сегодняшнего дня. Нам надо отвечать на следующий вопрос. Вопрос номер один. Мы хотим или нет бороться и выдвигать лозунги и бороться за полную реализацию формальных признаков и принципов буржуазной демократии. Многопартийность. Реальная. Свобода слова. Реальная. Возможность проведения собраний, митингов и так далее. Доступ к средствам массовой информации. Это все формальные буржуазно-демократические лозунги. Отстранение капитала и денег от возможности принятия участия в выборах. Это формальные буржуазно-демократические лозунги. Вы не машите голову. Это реальные проблемы, за которые борются на самом деле и в Индии, и в Бразилии, и в Скандинавии. Кстати, к вопросу о Скандинавии. Маленькая ремарка, чтобы вы понимали, коллеги, про скандинавский капиталист. Если в России сейчас ввести модель распределения, такой же как в Швеции, при том же ВВП, при том, что нас эксплуатирует мир. И мы эксплуатируем в периферии. Если мы введем такую же модель, у нас минимальная зарплата будет в два раза больше. Средняя зарплата у нас будет в полтора раза больше. Количество олигархов будет в пять раз меньше. Только такая же модель распределения, как в Скандинавии. Больше ничего. Это социализация капитализма. Да, можете играть с термином, но он принят сейчас. Нарастание роли общества, снижение роли капитала, снижение роли бюрократии. Вот что понимается под социализацией. Внутри капитализма со времен Ленина развиваются черты социализма. Почитайте эти работы по империализму. Тресты дают планомерность. Это путь к социализму. Но пока этот путь работает на выгоду буржуазии. То же самое касается... Вы что считаете, прогрессивный подоходный налог это шаг к социализму или не шаг? Нужен он или не нужен? Давайте говорить о практических вещах. Всеобщее образование за счет прогрессивного подоходного налога бесплатно. Это шаг к социализму или нет? Это капитализм пока. Но это другой капитализм. Капитализм, в котором у рабочих есть право на контроль за производством. Которое есть в ФРГ. С правом вето на увольнение лидеров профсоюза. Это нам нужно или нам это не нужно? Или это все болтовня, это демагогия, это отказ от революции? Или это у вас демагогия, отказ от реальной работы для того, чтобы подготовить революцию? Следующий шаг. Самоорганизация людей. Вот здесь мы, наверное, солидарны. Это главное, что нам сегодня нужно. Но самоорганизация далеко не только профсоюз. Сегодня те же общественные силы в образовании, в науке и так далее делают больше, чем промышленные рабочие. И здесь нам надо быть вместе. Тут я спорить не буду, у нас расхождение минимальное. Ну и, пожалуй, последнее. Это самое-самое последнее, что мне хотелось бы сказать. Понимаете, друзья, эти все расхождения внутри нас очень важны. Хотя вовне мы будем в одной демонстрации. Нас вместе будут бить дубинками. Если будет необходимо. В 93-м году, не знаю, наверное, Михаилу Васильевичу досталось. Нам всем досталось. Это внутренние дебаты. Но очень важные дебаты. Это важные дебаты, которые потом приводят к тому, что после победы начинаются внутренние разборки, расстрелы, репрессии и многое другое. Поэтому сейчас принципиально важно понять, в какой мере и в чем мы солидарно действовать и пытаться открыто вести дискуссию. Кстати, напомню, что инициатором дискуссии стали мы, а не вы. Я имею в виду рабочее место. Причина проста. У вас есть готовая истина. Вы и обладаете. И вам больше никто не нужен. А нам вы нужны. Потому что без вас тоже плохо. Потому что с вами вместе лучше. Потому что с вами большой плац культуры и всего остального. Выкидывать на помойку, уходить от этого нельзя. С этим надо работать вместе. И мы вам нужны. Потому что иначе вы останетесь замшилами. И в этой полемике никогда не проснетесь. Спасибо. Без этой полемики никогда не проснетесь. Извините. Коллеги, мы почти уложились в регламент. Все участники и все организаторы сегодняшнего заседания благодарят присутствующих. Приглашаю продумывать еще одну какую-нибудь не менее интересную тему для очередного заседания, который состоится тогда, когда оно будет подготовлено. По итогам той дискуссии, которая у нас была с Александром Владимировичем Бузгалином, что можно сказать? Что те, с кем мы дискутировали, продемонстрировали, что они употребляют марксистские слова, клянутся марксом, говорят о том, что это очень важно, нужно и так далее. Но при этом ссылается все. Дескать, прошло много времени, и это время смыло по существу все самые основные и коренные положения марксизма. И мы тогда наблюдаем некий креативный класс вместо рабочего класса. Мы забываем, что это составляет основу тогда рабочего класса, и вообще основу диктатуры патриата, и основу социализма. Поэтому эта дискуссия еще раз говорит о том, что пойти вперед можно только опираясь на гениальные произведения наших великих учителей, Маркса, Энгельса, Ленина, на материалистическую диалектику. И все современные события, во-первых, рассматривают с учетом этих гениальных произведений и на их основе, а во-вторых, надо видеть, что во многом наше общество пошло не вперед, а назад. И когда оно идет назад, то возвращаются в новом обличье старые ошибки, старые отклонения, ревизионистские, оппортунистические, которые пытаются выдать себя за новое слово в марксистской науке. Поэтому нам впереди предстоит длительный период ожесточенной борьбы с ревизионизмом, оппортунизмом, который, как известно, прячется в марксистской одежде. Очень хорошо, что дискуссия состоялась, она очень наглядная. Что она показала? Она показала подтверждение слов Ленина известных о том, что люди будут глупенькими жертвами обмана, пока не научатся, за высказыванием тех или иных политических деятелей, видеть интересы тех или иных красок. Значит, какие интересы выражали наши оппоненты здесь? Интересы буржуазии, интересы буржуазной интеллигенции. Отсюда полное игнорирование интересов рабочего краса, абсолютно у них не стояра в повестке дня их выступлений, как улучшить поражение рабочего краса, как сделать так, чтобы рабочий крас действительно смог бы руководить обществом, принимать участие в делах управления государством. Не прозвучало о сокращении рабочего дня, очень как-то так негативно прозвучало это о якобы болотной копейке, как об экономической борьбе за самые насущные интересы. То есть сейчас у нас рабочий класс голодает, зачастую в прямом смысле этого слова вырождается, и, в общем-то, никаких здесь перспектив не видит. А у них новый район. Появился пролетариат, когнитариат, интеллигенция, которая была во все времена, и Монферран строил, Исаакиевский собор, можно сказать, они рабочие, без Монферрана никто бы не построил Исаакиевский собор, это понятно. И это вот все тянется, всякие навороты, искажения марктизма, они тянутся к одному, надо бороться за буржуазную демократию, надо бороться за то, чтобы лучше устроиться при капитализме, получить какие-то свободы, права и так далее. Вопросы взятия власти рабочим классом, вопросы рабочей борьбы, к сожалению, наших оппонентов не интересуют. Это большая проблема коммунистического движения в России, потому что многие так называемые левые реальной борьбой рабочего класса не занимаются, борьбу рабочего класса не организуют. Продолжение следует...